Галя, честно говоря, в начале видео, когда вот мы начали смотреть, начали стримы, ну как-то не очень-то было, ну блин, потому что люди еще не общались, не очень-то интересная была информация, не очень-то понятная была, и как-то немного негативно относились к этой информации, когда ты рассказывал, когда с Борисом была, а потом, когда уже начал общаться с людьми, вот, честно говоря, много чего интересного, посмотрели. Ну, то есть первую часть надо было сделать покороче, ну, ребята, извините меня за это. Не-не-не-не-не, Боря, нет-нет-нет, наоборот, интересно. Я, наоборот, хотел вот именно снять, не то что снять, вот, допустим, в следующий раз взять у вас, к себе выложить, людям показать именно первую часть. Ну, в общем-то, получается, все, все интересно, все интересно. Люди спрашивают, отвечают, конечно, Галя, ну, ну, почему интересно. Но в самом начале такое получилось, как официально жестко, ну, как-то вот, ну, так вот, очень жестко, так вот, знаете, официально. Мне очень-то интересно. Ну, нерасслабленные мы были сначала, нерасслабленные. Сейчас расслабились, стали естественными, а сначала были все напряжены. Да, 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 и вопросы задавали такие, да, честно говоря. А потом, ну, нормально, интересно. И я бы, честно говоря, видимо, все выложил, не стал бы даже ничего обрезать. Я потихоньку сейчас начну рассказывать, такую вводную часть, коротенькую, для тех, кто уже собрался, кто нас видит, кто слышит. Значит, сегодня у нас стрим совсем особенный. То есть, не как обычно наше безобразие, ваше, там, с пьянками, возливаниями, там, поздравлениями и перебиваниями друг друга. Значит, мы сегодня решили устроить, первый раз попробовать, так сказать, пробу пера, стрим, который называется интервью. Поэтому прошу не обижаться, но все, кто будут заходить вот сейчас в режиме видеосуда, для того, чтобы не перебивали нашего уважаемого мага, чародея, предсказателя, ну и нашего товарища. А вот, чтобы не перебивали, просто у всех будут выключены микрофоны. Когда мы, собственно говоря, основную, первую самую часть мы закончим, вот, когда нам ответят на вопросы, я микрофоны всем включу, и, соответственно, вы сможете задать все свои вопросы. Ну и, естественно, мы будем читать чат, а модераторы мои будут нам помогать. А вот, если вдруг какие-то интересные вопросы мы будем пропускать, соответственно, они будут нам тоже помогать. Напоминать, да. Напоминать, да. Потому что, ну, тематика интересная, вот, необычная. Поэтому, наверное, давайте с вами тогда и начнем. Соответственно, с чего все началось? Я просто расскажу коротко, достаточно предысторию. Ну, все мы с вами тусим по разным стримам, а вот по разным чатам, а вот все мы друг друга знаем, все мы друг с другом общаемся, примерно уже друг друга знаем. А вот, и тут вдруг, неожиданно, собственно говоря, я где-то недели, две-две с половиной, наверное, назад попал случайно совершенно на стрим в Аликсе и, соответственно, увидел, чем занимается она. Те, кто не был, для тех, кто там ни разу не был, я рассказываю, да, то, что она вот прямо в режиме стрима у себя на канале, описание, кстати, ссылки там есть в описании сегодняшнего мероприятия, она дает маленькие, короткие, достаточно расковалды, и любой заинтересовавшийся, он обращается к ней с вопросом и, соответственно, там дает имя, дает возраст человека и задает какой-то вопрос. И что меня больше всего удивило, да, то, что она отвечает, причем сразу в онлайн, и самое интересное, что люди вроде бы принимают эти ответы, и им как-то интересно, аудитория у него растет, и все это как-то вот работает. Ну, меня вы все знаете, раз вы здесь у меня на стриме, вот, вы знаете, что человек, я жутко приземленный, у меня заземление там где-то медным кабелем на 25 квадратных миллиметров, оно заведено на землю, а вот я, естественно, как любой нормальный, обычный, средний человек, нифига не поверил этому. Вот, и так как, собственно говоря, вот этот человек, вот он здесь рядом, с ним можно связаться, с ним можно поговорить, решил для себя разобраться, брат, что это вообще такое, потому что, ну да, я все это слышал, я смотрел РЕН-ТВ, вот, я видел кучу всяких там этих предсказателей, гадалок, там, какой-то еще там фигни. Который там бегает по интернету, да, который за деньги, а вот предскажет вам все, что угодно, вплоть до того, что завтра прилетят марсиане, да, только типа того платить. Мне интересно стало, вообще работает это или нет? А если работает, то как? Никогда не столкнулся. Вот, никогда даже про это не забыл. Вот, будучи мальчиком настойчивым, я, естественно, там, пришел к ней на стрим, начал задавать начальные вопросы, такие вот интересные, ну, естественно, с подковыркой, как вы все знаете, наверняка, вот, и начал вообще узнавать, как это вообще все работает. Потом решился вообще, на очень, скажем так, с моей стороны, не совсем красивый эксперимент, а вот я попросил ее сделать мне, ну, как называемый, полный расклад такой большой, да. Меня, собственно говоря, она не знает, ну, то есть мы встретились, вот как все мы с вами встречаемся на этих стримах, вот, и я в полной уверенности, что, ну, понятно, да, то есть где-то все-таки вот это вот я найду, да, то есть вот где все-таки там мне что-то там расскажут так, расскажут не так, и вообще через все это дело выйдет. Ну, не офигел, на самом деле, да, потому что, ну, это был действительно большой достаточно расклад, то есть там где-то полтора часа я слушал там все, что она рассказывает обо мне, и оказалось, что к моему великому удивлению, ну, понятно, что не стопроцентное попадание, да, то есть там в общих словах, но тем не менее про меня было рассказано многое из того, чего коллекция знать, конечно, в принципе не могла. Вот в принципе не могла, вот просто даже шансов к ней не было. Поэтому, собственно говоря, я начал к ней приставать уже совсем другими. и потому там, уважаемая девушка, наш маг-предсказатель, а можно мы тебе в режиме вот такого вот там блиц, ну, или обычного интервью позадаем вопросы с точки зрения у обычного, среднего, тупого, собственно говоря, обывателя, да, коим я и являюсь. И к моему великому удивлению она согласилась даже на это. То есть она абсолютно ничего не скрывала. И вот сегодня как раз вы и будете присутствовать как раз с тем на этом самом интервью, где я буду задавать абсолютно тупые вопросы, которые роятся там, ну, в 90% голов, наверное, те, кто собрался в этом чате, и в этом стриме. Соответственно, прошу любить и жаловать Валекса там. Тебя как лучше называют? По имени или по нику? Да мне все равно. То есть ты имя не скрываешь, да? Нет, конечно. Можно Галина, да? То есть вот Галина, она же Валекса, еще раз говорю, что ссылка на ее канал есть. Вот все, кто не поверит и захочет проверить сам, как говорится, welcome. Подписывайтесь, задавайте вопросы. Значит, по формату еще раз, да, то есть где-то 1 минут 40 там я рассчитываю позадавать вопросы. Свои, шкурные. Ну, раз уж я воспользуюсь этим правым своим. Дальше мы включаем микрофоны всем тем, кто зайдет в экран. Сюда. То есть это конференция 55-22. Ну, для тех, кто ходит по нашим стримам, они знают, как подключаться. Для тех, кто не знает, опять же в описании все есть. То есть вы можете с компьютера, с мобильного телефона подключиться и сами в режиме вот онлайн вот такого-то видео вот задать вопросы. Вот. Ну и в конце, если останется время и если Галина не устанет, а вот особо интересующиеся они могут ей в том числе и попросить прям вот в онлайне там сделать какие-то расклады. Ну, желательно, конечно, там короткие достаточно вопросов, да, и задавать их, ну, я не знаю, как, через донат, наверное, да, либо там в чате, если мы успеем его читать. Потому что, ну, народу много, я подозреваю, да, вот уже 24 человека у нас. Ну, вот, а дальше будет, наверное, только больше. вот, и можно будет, те, кто не стесняется задавать свой вопрос прилюдно, он может это сделать. Ну, тот, кто стесняется, опять же, милость просит к ней в Галинину примут. Возражений, я, наверное, нет, Ильрик, нет, левитировать мы не будем. И, собственно говоря, такие вопросы я больше это самое, наверное, не буду озвучивать. Это шутка юмора, я понимаю, но все-таки вот чат бежит, поэтому достаточно тяжело будет на них реагировать. Галина. Самый первый... Давай, слушай. Основной вопрос. Собственно говоря, вот ты можешь немножко рассказать про себя. Про себя. То есть вообще это твое основное занятие, это твое неосновное занятие, где ты живешь, чем ты вообще по жизни занимаешься, вообще это хобби или это призвание, вообще что это такое? Вот так вот. Вот такое немножко про... Почему ты этим занимаешься вообще или как ты этим занялась? Ну, я так понимаю, в приоритете моя деятельность на ютубе, да, а не основное занятие, потому что оно скучное, никому будет неинтересное. Я живу в Ярославле. Сама себя не слышу. Это нормально, Борь? Это нормально, да. Ага. Значит, я живу в Ярославле. В принципе, родилась под Ярославлем. Ярославль – моя родная земля. И почему я этим занимаюсь? Ну, так скажем, интересно стало. Первый факт – это любопытство. Вот. Тот факт, что почему, значит, мне вдруг захотелось вот именно взять в руки карты. Опять любопытство, любопытство, еще раз любопытство, но и желание попробовать себя в плане, значит, что-то узнать о ком-то тайком. Никому не говоря. Ну, я говорю еще раз любопытство. Вот так вообще я увлекаюсь, если, ну, будем считать, что это мое хобби, мой маленький даже секрет, который знает весь YouTube, да. Вот. А так я увлекаюсь поэзией, увлекаюсь философией, увлекаюсь, значит, написанием стихов, прозы, и даже стихов на заказ раньше работала, писала, копирайтером отдаленно работала. Вот. Ну, сейчас так в жизни я предприниматель обычный, катаюсь по городам и селам, делаю свое дело. Да, 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 насколько я знаю, это даже всегда книгу своих стихов издавать. Это как я так смотрю, как я так смотрю. Ну, да, планирую. И стал он, да, я помню, это было очень интересно. Ну, потому что, Борь, как бы книгу-то издать хочется, и вроде как и в конкурсах я во многих участвовала, и до пределного этапа на бесплатном, значит, проходила, все побеждала, а дальше все почему-то становилось платно. Мнение мое такое, что талант должен пробивать дорогу себе сам, если он действительно талант. И платить за это деньги он не должен, так скажем. Платить за это деньги он не должен. Ну, в нормальном государстве, наверное, да. Но, тем не менее, мы живем там, где мы живем. Мы живем не в особенно нормальном, да? Да, 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 да. Так, а вообще-то ты к этому как пришла? То есть, как это вообще началось? И когда? Как долго ты этим занимаешься? Что именно? Карты? Ну, карты, да. Может, у тебя какие-то еще там практики есть? Не знаю. Мы-то знаем только карты. Ну, карты и есть, да. Но если что касается стихов, то лет с пяти, наверное, пишу. А карты, сейчас я секунду, я звук выключу у себя. Ну, а карты, если вам так интересно, чисто по времени, то почти год. Меньше года. Да, ну то есть, ты практически вот только недавно начала этим заниматься, да? Да. Так, а с чего? То есть, это просто стало любопытно, и ты начала там что-то изучать? Или ты встретила какого-то человека, с которым... Нет, никого я не встретила. Скорее, наверное, больше хотела от чего-то избавиться. Вот так вот в этой теме. А, то есть, это что-то типа от души на какую-то... Вот, вот, правильно сказал, да. Это очень интересно. Это, знаешь, желание уйти в мир другой, где мне интересно, где меня никто не трогает, где я со своим, как бы, одиночеством и со своими мыслями могу собраться, разобраться и поговорить, и сама с собой обсудить, и в то же время посмотреть бытие, что происходит в мире, так скажем. Вообще, в глубине души, как бы я не знаю, как бы кого-то не шокировало, я сама по себе... Психика у меня такая, что я псих-одиночка, мне нравится быть одной. Даже вот в видео, наверное, видно мои, что я езжу одна и много езжу одна. Вот, и почему бы мне это не использовать себе на пользу и не на пользу тем, с кем я, допустим, общаюсь через интернет или близким, к кем я дорожу. Вот это вот умение находиться с самой собой наедине и извлекать из этого какую-то пользу, так скажем, чтобы это было не просто так. Ну вот у меня создавалось впечатление, когда я смотрел по сайтам всех таких гадалов, что это люди занимаются этим, они исключительно только из-за денег. То есть это некий вот такой бизнесок карман. Ну, кто как, кто как. Я за других... Я за других говорить не возьмусь. Я могу сказать только за себя, что я не за денег этим занимаюсь. Ну и опять-таки, как бы, не знаю, сейчас слышу голоса по ту сторону экрана, которые говорят, да, она не права, в любом случае оплачивать гадание надо, и даже с этим я соглашусь. Конечно, потому что по законам эзотерики любое гадание должно оплачиваться. Вот, в разных вариантах, да, оплаты. Да кто не хочет денег? Это нормально, когда человек хочет и денег, да. Это значит человек живой, это значит человек умеет чего-то строить планы, чего-то добиваться. И я, как все люди, я тоже, конечно, хочу денег, но не я по головам и не используя других людей как инструмент для достижения своих целей. Ты же не ставишь никаких, ты не говоришь, что вот заплатите мне столько за такой расклад, столько за такой... Нет, конечно, нет. Ты говоришь просто, ребята, киньте вот столько вот, просто вот донатик, киньте и все. Причем донатик там совсем какой-то лакет там, 10-рублевый, что ли, там минималка у тебя, то есть там что-то лакетное. Ну нет, Борис, я же в личных консультациях еще беру, ко мне люди обращаются лично на WhatsApp, на Viber, я в личных консультациях беру оплату, но оплата для всех одна, нет никаких приоритетов, нет никаких фаворитов, практически всем одна цена, иногда по ситуации смотрю, если у человека все плохо, иногда делаю ниже. Просто, ну вот, то есть это не деньги, да, то есть это все-таки какой-то... Ну по большому счету да. ...порыв какой-то твой, вот и ты просто хочешь этим заниматься, и тебе это интересно, так что ли? Да, да, ну помимо того, мне еще, знаешь, прожив как бы половину веков и в своей жизни повидав многое, и увидев, как бы сделав выводы на почве того, что в большинстве своем люди несчастные, и несчастны по той причине, что сами не умеют сделать себя счастливыми, и возникает желание помочь, понимаешь? У меня расклады, я не скажу, что лечебные, но они дающие какую-то надежду. И если я вижу, что выскакивает какая-то неутешительная информация, я всегда стараюсь максимально мягко предупредить и дать человеку надежду. Может быть, я не права, но вот мне так, я так вижу. Это не значит, что я обманываю или что-то утаиваю, я просто... Ну если честно, прям таких критических у меня еще и не было в раскладе, кроме одного, и он касается лично членов моей семьи, но сейчас не об этом. Вот, и как бы... Ну, болезни, ну, какие-то финансовые катаклизмы такие, может быть, не особо крушительные. Вот, плюс чаще всего спрашивают гадания на отношения, потому что женщины, мужчины, мужчины в меньшей степени... Мужчин больше интересует финансовая сфера, женщин больше интересует любовная сфера. И почему бы и нет, ну, почему бы и нет? Это же нормально, когда человек хочет быть уверен в другом человеке, и почему бы не получить мнение со стороны, которое абсолютно объективно. Ну вот ты сказал такую интересную фразу, вот, законы, эзотерики, а вот можно ли чуть-чуть про них поподробнее? То есть, ну, то, что оплачивать гадания надо, я понимаю, а вот говорят, что нельзя гадать, например, себе или членам своей семьи. Это вообще как? Можно чуть-чуть поподробнее вот именно вот это вот эзотерическое... Вот от тебя первого я такую слышу ерунду, что себе гадать нельзя и себе на своей семье гадать нельзя. Догадать можно сколько угодно, кому угодно и каким угодно методом. Разговор о том, чтобы не, как бы, не замучить там тех, кто отвечает по ту сторону, как бы, вопроса, да, грубо говоря, я это называю высшие силы, не замучить бы их одним и тем же вопросом, потому что те же карты, если один и тот же вопрос ответили раз, достаточно, нельзя без конца, как попугай, одно и то же повторять и спрашивать. То есть уже дальше карты будут просто врать. Но раз тебе не понравился ответ, хорошо, мы тебе другую ситуацию преподнесем. Почему, допустим, даже если я делаю расклад, и у меня потом, ну, большой расклад для кого-то, да, и потом у меня не хватает времени с ним разобраться, я фотографирую, делаю свои дела, потом опять выкладываю, заново ни в коем случае нельзя, потому что там хранится ценная информация относительно, допустим, вот того или иного человека. И, ну, а по поводу себя, да, я отвлеклась немножко, да, по поводу себя, почему считается нельзя? Не потому что нельзя конкретно нельзя, как таковое нельзя, а потому что уже относительно, допустим, себя и тех людей, которые мне дороги, я теряю объективность. Я могу трактовать расклад с пользой для себя, лучше для себя. Я теряю объективность, ну, вот этим все сказано. Но только из всего. Поэтому, как бы, многие гадалки, многие гадающие, они имеют на стороне хорошего себе предсказателя, чтобы узнавать про себя. Такое тоже практикуется. То есть ты гадаешь вообще абсолютно всем? Или все-таки кому-то ты отказываешь? А, ну, отказываю, конечно. Как бы, Борис, как вот и зрители, как вот мне вам объяснить? Есть такое понятие, как люди, которые, допустим, у каждого есть такие люди, которым ему просто неприятно, не нравятся. И вот я живу по правилу, что играть в благородство с подонками и неприятными мне людьми, мягче, если преподнести, это не очень хорошо. Его ты все равно до своего уровня не поднимешь, а риск опуститься до его уровня есть. И поэтому я не практикую благородные игры, вот играть в благородство с такими вот товарищами, которые мне неприятны просто, неинтересны. Это чисто мое мнение. Если он... Да, я наблюдаю. Не то, что прям сию секунду увидела, говорю, вот он плохой. Нет, я делаю выводы вследствие каких-то там поступков, какого-то определенного поведения где-то в социуме, либо где-то в общении. Делаю вывод. Никого не предупреждаю. Я таким образом просто себя пытаюсь, и это нормально. И, наверное, все так делают. Оградить себя от какого-то негатива. То есть там старики, дети, неважно, да? То есть можно гадать вообще там... Нет, подожди. По поводу детей, старики-то это ладно. Это все нормально. Детям до 13 лет, а я прибавляю годик сама лично, до 14 лет я не гадаю. И это не сделает вам ни один предсказатель, потому что считается, что... Ну как вот, по закону у нас недееспособная личность, то есть она не может отвечать за свои поступки. Ребенок сам... То есть тут такое немножко получается насилие. Ребенок сам не может выразить желание, то есть реально хочет он или не хочет, и понять. Сам не может, соответственно, за него решают кто-то, погадай там вот на Машеньку, на мою, да? А почему я должна насильно гадать, а вдруг она не хочет? Она не знает, хочет она или не хочет, да, допустим. И она еще в таком возрасте, когда она не может сформулировать, допустим, знает, хочет она или не хочет. Поэтому это вот здесь вот такие вот эзотерические фишки. Детям гадать нельзя. Да, если вижу, допустим, опасность, гадаю там, ну, грубо говоря, подруги, да, и вижу опасность какая-то, подбирается к ее ребенку, естественно, я ей скажу об этом, вот. Но непосредственно на этого ребенка я гадать не буду, все равно. А если, например, прислажу дна и говорит, а погадай мне на моего мужа, вот тебе там число, там дата... Пожалуйста, и любовницы спрашивают, и любовницы спрашивают, и жены спрашивают, и мужья, если честно, спрашивают. Вот на стриме у меня как-то, я не знаю, был-то и не был вопрос, один зритель задавал, скажите, моя жена хочет, хочет ли моя жена отобрать у меня имущество? Я все думала, как же сформулировать этот вопрос, чтобы получить правильный ответ. И в итоге так прямо карта и спросила, есть ли намерение такой-то, такой-то отобрать имущество у такого-то, у такого-то в течение года. И вышел удивительный ответ, вышел ответ, что да, и она не просто хочет, она это сделает, и это произойдет неминуемо, то есть он ничего уже решить не сможет. Ну, я ему просто поставила известно, чтобы человек успел подготовиться. Фантастика. То есть, вне зависимости от того, что все равно там, ну, то есть ты гадаешь на человек, который не давал своего согласия, получается, да? А, вот и к чему. Ну, да. То есть, ну, он-то не давал, точнее, она не давала своего согласия, чтобы ты на нее гадала, да? Она не давала, но он-то хочет иметь информацию относительно, как себя с ней вести, допустим, это его право. А ты гадаешь? Он, он, да, он рассуждал, он рассуждал в главе, он спросил у меня советы, я совет ему дала, это совсем не обязательно, что я чем-то нарушила ее, как бы, ну, права, что ли, я не знаю, какие-то. Ну, да, право на праве. Ведь очень, ведь очень много людей, которые хотят знать про других людей, да, таких людей, скажем, большинство, не то, что они хотят там знать, жив ли их котик, который потерялся 15 лет назад, или попугайчик, который улетел год назад в окошко в открытое, да? Люди хотят знать именно про тех людей. Для чего? Я не думаю, что прямо 90% любопытства тут, или все 100% любопытства. Тут все равно идет желание себя обезопасить, да, от каких-то, допустим, плохих последствий общения с этим человеком, или какой-то несчастной любви, да, или какого-то, опять-таки, развода, будет, не будет, развод люди переживают, да, к чему готовятся. Ну, а почему бы не спросить у предсказателя, когда и не выяснить, тем более я же говорю, я всегда стараюсь выдать информацию на позитиве, если я вижу, что развод не минуем, ну, вот за период моего гадания было такое только один раз. А так всегда варианты, как исправить ситуацию в картах видны. То есть я подсказываю, почему бы не попробовать вытянуть отношения, разорвать никогда не поздно. Это мне мой опыт подсказывает. Я думаю, все взрослые люди уже как бы в таком возрасте с переоценкой ценностей меня поддержат. Ну, это да. Сразу возникает еще один вопрос. А у нас с вами получается, как, да, то есть есть еще такая вещь, как церковь. И вот те люди, которые воцерковленные, они идут к батюшке и спрашивают, а вот как их относится к гаданию? А церковь-то как раз к гаданию относится крайне негативно. Они объявляют это очень большим греком, и там какие-то гадания традиционно разрешались только вот в святочную вот эту неделю с тем, чтобы на крещение все эти грехи там в святой воде себя смыть, и все. А дальше ни в коем случае. А вот как вообще с этим-то быть? Потому что это основной аргумент. Ну, давай мы с тобой немножечко, я не знаю, как зрители, тему оккультизма затронем. Оккультизм, что же такое? Это скрытые знания совокупных наук о незримых силах природы и скрытых способностях человека. Часто оккультизм путают с эзотерикой. А эзотерика – это каких-то совокупность внутренних знаний, ну, так скажем, для избранных. По большому счету, их много чего объединяет. Ну, например, та же астрология. Но, но, сразу вот хочу отделить зерна от плевел. Например, оккультизм, он все-таки больше алхимия такой, все слыхали, да? Оккультизм, он больше направлен на улучшение благосостояния. А эзотерика – на повышение уровня духовного сознания, на желание, умение посмотреть вовнутрь себя, на духовное оздоровление, на физическое оздоровление. Вот это для того, чтобы знали, что такое, как бы, в чем разница, да? Чтобы не путали люди, да? Почему это, что это, как? И вот церковь считает, что ту дверцу, которую она открывает к Богу, да, нужно всего лишь держать приоткрытой, чтобы, ну, не врывались туда, да? А для чего? То есть иметь какую-то тайну. А для чего? Чтобы иметь власть над душами и умами тех, кто, значит, верующих, да, своих. Вот. Но ведь церковь в таком случае, если так рассуждать, она сама является частью того же самого оккультизма, желая владеть всеми и вся, желая повелевать душами верующих, правильно? Ведь церковь сама также говорит нам о Боге, да? Но Бога-то за руку никто не держал. То есть они просто исполняют свою монополию, получается, да? Ну, это да, 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 да. То есть оккультизм для достижения материальных благ, а эзотерика – это самопознание и самое вот совершенствование. И я ближе к эзотерике, нежели к оккультизму. А церковь у нас, ну, к эзотерике ровно относится, а к оккультизму, конечно, грех. Да грехом можно назвать все, и то, что мы общаемся сейчас по интернету, а не лично сидим за столом и пьем чай, допустим, да? Это большой грех. Это я знаю. Ну, здесь мы все грешны, поэтому Бог с ним. Вот-вот. Да, Бог с ним. Это мы как-нибудь, я думаю, переживем. Ну, тогда... И поэтому... Ой, подожди, я не договорила. И поэтому, как бы, мнение церкви о том, что гадание на картах – это грех, это всего лишь мнение церкви. Вот. Не более, не более. То есть и желание... И каждый волен верить в это или не верить, соглашаться или не соглашаться. Вот и все. Я не согласна. Понятно. Ну, и дело каждого – соглашаться или нет, соответственно. Да, да. И, естественно, ты гадаешь только тем, кто именно тебя попросил, и гадаешь именно просто про них, я так понимаю. Ну, из того, что я увидел. Ну, да. И так далее, да. Ну, конечно, конечно. Ну, ты знаешь, вопросов о том, уйдет ли Америка под воду, ни разу не было. Конечно, людей интересует их личная жизнь, их личные отношения, их личное благосостояние, здоровье. И это нормально, я считаю. И почему бы, если... Ну, немножечко я этому научилась, почему бы мне в этом не помочь? Ну, а как это вообще все происходит? Вот ты гадаешь, например, да? То есть ты раскинула карты. Ну, карты, ну что? Это кусок картона, соответственно, да? Который как-то там легли. Я так понимаю, что есть, собственно говоря, две части. Первая – вот как легли карты, а второе – это уже твоя личная интерпретация вот этого получившегося там расклада. Она может быть такой, может быть, наверное, иной, от чего-то она там зависит. А вот можно чуть поподробнее вообще, как это все работает, вот механика этого процесса? Ну, давай начнем с того, чтобы всем было понятно. Мы с тобой уже сегодня это обсуждали до поздней ночи, да? А давай для зрителей попытаюсь объяснить на прямо вот по полочкам все сложить. Придя в школу, ученик, не познав буквы, не начнет читать. Не изучив цифры, не запомнив цифры, не начнет считать. Правильно? Соответственно, из буквы можно написать поэму, стихи, сочинения и так далее, да, сделать домашнюю работу и все такое прочее. Из цифр можно стать, допустим, сделать задачу, да, решить ее и там быть каким-то математиком, допустим, у кого куда голова работает. С картами все то же самое. Карты – те же буквы. Карты – тот же инструмент для того, чтобы что-то создать, но создать по запросу. Вот, например, запрос идет, будет ли у меня, каким будет мое здоровье в этом году. И вот я карты, да, пишу книгу об этом, грубо говоря, составляя из карт расклад, спрашив, предварительно потасовав и спросив, задаю, самое главное, задать правильно вопрос и зарядить карты вопросом. Потом раскладываю, исчитываю эту информацию. Я даю знания, применяю свои знания для того, чтобы ответить на этот вопрос, только и всего. Ведь мы же, когда читаем книгу, мы также применяем свои знания для того, чтобы ответить, для того, чтобы прочитать книгу, получить информацию. И точно так же по картам я использую свои знания. Просто не все хотят изучать карты, не все хотят пользоваться этими знаниями. И также отвечаю на вопрос, также выдаю информацию, как книга. То есть карты – это просто инструмент, который ты используешь. А в принципе, предсказание – это именно вот твое общение, ну, как ты называешь, там, с какими-то там верхними там сферами, вот этими там… Нет. Нет? Нет. Так, а как тогда? Нет, тут немножко все по-другому. Карты, как я получаю от карт информацию, допустим, я уже ответила, да? Вот. Ну, непосредственно то, что разложила, задала вопрос и прочитала, как книгу, зная буквы, да, также зная карты, прочитала. В общем, считаю, чем больше знает предсказатель о картах, тем, соответственно, точнее его предсказания. О точности предсказаний мы с тобой еще попозже поговорим, да, и с гостями, с нашими. Вот. А непосредственно я понимаю тебя, откуда берется сама информация вот в эту книгу, да? Почему именно так карты сложились, а не по-другому? Ты это хотел спросить, да? Да, именно так, да. Ну, это уже более сложный момент для понимания. Ну, давайте, скажем, начнем с того, что все мы находимся в информационном, в определенном информационном потоке. То есть потоки со временем наслаиваются, наслаиваются, но они прозрачные. То есть можно при желании подключиться к потокам информационным прошлого, кого-либо, да, обозначив его данные. Для меня лично это имя и возраст, для кого-то можно заглянуть в будущее, то есть опять через коси эти прозрачные потоки. Как объяснить? Ну, дышим же мы воздухом, да? Дышим, живем. То же самое с информацией. Она есть, ее нужно просто взять, так же, как воздух. Нужно просто суметь к ней подключиться. Да, я не скрываю, когда я только начинала заниматься картами, разложу и сижу. Ну, ничего не понимаю, ну, ничего не понимаю. И единственное, что у кого-то, может быть, этот процесс более длительный, понимание, вот считывание, у меня уже стрельнуло буквально на второй раз. Вот. То есть меня как повалила информация, я не знаю, откуда она берется. Ну, вот залетает как-то в голову и хочется брякнуть, вот брякнуть, просто сию секунду, вот сказать, причем такие вещи, которые вообще, наверное, бы, может, и не сказала бы даже. Ну, вот так вот информация приходит. Ну, это подключение к потоку информации, к вселенскому потоку информации, потому что все есть. Прошлое, будущее любого человека, все это, все это есть. Все это есть. Все это в эфире, все это в потоке. Просто нужно именно ту ниточку зацепить и потянуть за нее, для того, чтобы получить нужную информацию. Хоть про прошлое, хоть про настоящее, хоть про будущее. Прикольно. То есть, ты хочешь сказать, что доступно вообще каждому, кто прочитал этот букварик, что он там высказал? То есть, это, или это все-таки должен быть какой-то дар, наследственность, там, вот откуда это берется, как это? Или это любой может подключиться к этому вот потоку информации, про которую ты говоришь? Ну, по поводу наследственности, я, конечно, считаю, что наследственность серьезную роль играет и вообще наследственность во всем, причем не только в получении информации, а, допустим, и во внешних каких-то данных, да, и кто-то старым становится в 30 лет, это гены, да, а кто-то молодым и в 80, да, остается. То есть, это все равно гены, понимаете? Ну, плюсы, там, желание ухаживать за собой и все остальное прочее. Вот. И по поводу, ну, если касаться именно карт или какого-то ясновидения, оно ведь совсем не обязательно, оно ведь может стрельнуть так, что попал человек в аварию, получил удар по голове, да, что-то там произошло, переклинило, и вот он начал видеть. Такое бывает. Ну, я по голове, конечно, не получала, но есть нюансы, которые, в принципе, могут обусловить, почему я так быстро подключаюсь к потоку информации. Это уже заложено в моей психике. Ну, то есть, при этом, это может сделать любой человек вообще. Да, да, отвечая на твой вопрос, я считаю, что это может сделать каждый. Было бы желание, было бы желание. Важно научиться сосредоточиться, важно научиться вот услышать этот поток, войти в него и выдавать, и выдавать. Друзья, подождите, у меня код просится, сейчас я его выпущу. У него там девки за окном пляшут, наверное. Ну да, самое время, как раз. Февраль на носу. Скоро пойдут они уже. Слушай, ну и сразу возникает, естественно, вопрос по поводу точности предсказания. А вообще, насколько эти предсказания, они точны? И вообще, есть у тебя какие-то там примеры, например, такие вот там, когда ты там угадывала, не угадывала, угадывала, это не то слово, да? Правильно предсказывала, неправильно предсказывала. И от чего это вообще зависит? Точность предсказания, конечно, обусловлена несколькими факторами. В первую очередь, я хочу сказать, что предсказатель должен быть все-таки здоров. То есть, больной человек дает искаженное понятие происходящего. Ну, даже вот болит у вас зуб, и вас ничего не радует, да? И, соответственно, вы все будете на минорной ноте рассказывать тот же самый смешной анекдот, все равно не будет смешным. Тут то же самое. Если предсказатель болен, если его что-то беспокоит, если он эмоционально напряжен, раздражен, либо наоборот даже обрадован чем-то сильно, тоже может это его сбить с нужного потока, и точность предсказания уже тут пострадает, произойдет искажение. Это вот по поводу здоровья. Дальше по поводу, значит, тех личностей, кому производится расклад. Есть довольно-таки сильные люди, которые могут закрыть поток информации, которые, допустим, запрашивают предсказателей. Такое тоже может быть, это очень редко бывает, но поток могут закрыть. И тогда предсказателю что остается делать? Он не сразу поймет, что поток закрыт, он просто тыкается-тыкается, как слепой котенок, информация не поступает. И действительно, карты превращаются просто в картинки. И тогда приходится признавать, что ты не можешь, просто не можешь читать информацию, потому что потока нет, информация не поступает вообще. Неоткуда ее взять. Перед тобой лежат просто картинки. Ты как неграмотный ученик смотришь на буквы, а прочесть не можешь. Такое тоже может быть. Слава Богу, у меня такого не было. Но по поводу неточности еще, конечно, чем глубже познание карт, потому что сфер, допустим, Загадан или Норман, есть еще Таро, есть еще всевозможная цыганская Сибила, есть Кипер и так далее. Много систем гадальных. Я на последнюю очередь оставила Таро. На первую очередь взяла изучение Ленорман. И не считаю, что я ее прям сильно так глубоко изучила, чтобы суперточное давать предсказания. Я это признаю. Но тем не менее у меня получается, так скажем, на 90% точно. Ну, то есть вот есть какие-то конкретные примеры, когда вот ты точно знаешь, что твое предсказание, вот оно сбылось там. Приходили какие-то люди, они рассказывали. Потому что мы-то с тобой... Ну, приходите, приходили, писали, да? Писали, да. Писали у меня даже... Ну, например, вот ВКонтакте, здесь на Ютубе тоже страница есть, у группы Астролайн. И ВКонтакте они на своей странице по средам День Меркурия устраивают бесплатные практики. Я очень долгое время там присутствовала. То есть люди приходят, задают вопрос. Ну, в принципе, то же самое, что у нас здесь, допустим, да, будет через полчаса происходить, только там в письменном виде. То есть люди приходят, задают вопросы, а чем я болен или как у Мани с Ваней сложатся отношения, а когда я перееду в другую страну и так далее. В общем, вопросов там масса вообще разных. И вот, собственно, я там и практиковалась. Вот. Там и люди-то отписывались потом, что все правильно, все сходится. Диплом там не тоже какой-то дали. Я пришел и задал вопрос, где мой пес бегает, ты мне рассказал, и я пошел ее там нашел. Так что получается? Ну, давай не будем ждать чуда и не будем искушать предсказателя. Где бегает, это уже сложнее. А вот бегает ли вообще? Да, можно ответить. Вот так же как бы... То есть человек, когда жива ли собачка, или где-то об этом коже, что-то случилось, тогда вот это можно узнать достаточно. Я уже на своем стриме как бы своим зрителям предлагала однажды подумать, дать мне время еще немножко подучиться, и будем практиковать такое, что они у себя дома, допустим, будут прятать куда-то какую-то вещь, и я по картам буду смотреть, что это за вещи, где она лежит, но пока еще я к этому не готова. Класс. И когда это произойдет, с твоей точки зрения? Ну, Борис, давай договоримся, так что ты узнаешь об этом первый. Понял. То есть ты нам скажешь, когда это произойдет, и когда можно будет тебя попытать еще немножко. Да, можно будет, можно будет. Просто я ищу, у меня недостаточно знаний для таких практик. Ну, все равно знания-то впечатляют. Я говорю, то есть меня, честно говоря, там ты, ну, как минимум удивила, не сказать, что ошарашила, да, там вот своим вот этим вот раскладом, хотя очень много того, что-то в принципе знать не могла вообще никак. То есть этого не знает никто ни в сети, ни, собственно говоря, и друзей, у меня там мало, которые там знают те вещи, которые там не рассказала. Вот, но тем не менее, да, это интересно. Ну и сразу вопрос, собственно говоря, мой банального скептика, как обычно, да, а вообще вот от этого, ты говоришь, можно как-то защититься. То есть если человек, например, он не хочет с этим миром вообще связываться, никак там эзотерики, там вот это вот там гадание, так далее. То есть он может поставить какой-то заслод и все, да, и от него вся эта шелуха, она отлетела. Я правильно понимаю? То есть это вот такая защита, или все-таки зависит от того, что это за человек? Сильный, слабый, здоровый, психологический. Ты как-то искаженно преподносишь информацию. Как можно защититься от того, что вокруг тебя происходит, и ты не видишь то, что вокруг тебя происходит? Я имею в виду вот поток информации, да, который вокруг тебя крутится. Можно конкретно кому-то не выдавать, защитить себя, не выдавать свою информацию на подсознательном уровне. И это многие делают, но именно на подсознательном уровне даже не специально. Ну вообще, вообще можно, можно, да. Все можно. То есть он сказал, можно я уже на своих... Все это дело, это все не работает, и все, да? Или все-таки это не так? Нет, вера тут немножечко уже в этом случае, вера тут ни при чем. Не важно, кто верит или не верит, но информацию с него можно вытащить, с этого человека. И чем интересны расклады? Вот иногда люди говорят, ой, вот этого вот априори быть не может, то, что вы сейчас говорите, да, кстати, у нас с тобой тоже было такое, да, вот этого вот не может. Но почему человек считает, что раз он чего-то не знает, этого быть не может? Для этого предсказание создано, чтобы подсказать, что может быть, как на самом деле выглядит, по взгляду, ну, я это называю высшие силы, да, на самом деле информационные потоки, по взгляду вот того, что... того, кто на нас смотрит сверху, понимаешь? Как это выглядит с объективной точки зрения происходящей реальности. Но все равно же получается, что будущее, оно все равно не определено, оно много вариантов. То есть ты мне сейчас подсказал, например, на что мне обратить внимание. Однозначно. Я обратил внимание, и я могу это поправить в будущем. То есть вот основываясь на твоих там предсказаниях, что там поправит? Это однозначно. Ну, вот давай, к примеру, самый банальный простой пример. Захотел у нас Вася вечерочком пиво, да, и сидит, смотрит на часики, успею я в магазин за пивом, это фильмик посмотреть, пивка попить, или не успею, а на улице-то скользко. И вот он решает спросить предсказателя, успею я за пивом или нет. Предсказатель ему говорит, ты успеешь. Но предсказатель видит, что Вася пойдет по дороге, упадет и сломает ногу. И говорит ему об этом. Вася, ты не ходи, ты успеешь, но ты не ходи, ты сломаешь ногу, тебе будет больно. И у Васи два варианта. Либо идти, потому что он хочет пива, либо не идти и остаться с целой ногой. То есть здесь Вася решает сам. Вот и в принципе все точно так же с любым другим человеком, с любой другой ситуацией. То есть имея варианты выбора, человек все равно принимает решение сам на основании того, чего ему больше хочется. Либо в данном случае сохранить здоровье, либо купить бутылку пива. Поэтому... Чем за это платят? То есть там не прилетит ли потом что-нибудь оттуда сверху, а за счет того, что ты по его просьбе подключилась к этому информационному потоку, что ты там считала и что ты ему рассказала. Вот не будет ли какой-то обратки оттуда? От кого? Ну, от высших сил или как они там называются, не знаю. Ну, давай назовем это высшие силы, да. Ну, во-первых, они никому не желают зла. И я живу по принципу и призываю всех жить по принципу «Никогда не проси наказания для другого, проси помощи для себя, а другой своими поступками сам себя накажет». И здесь, в принципе, такой же принцип «Почему мне должно быть плохо за то, что я делаю хорошо кому-то, допустим, да, подавая нужную информацию в нужный момент?» То есть если был запрос на эту информацию. Я считаю, по поводу обратки, ну, в любом случае, я не знаю, даже не знаю, как это объяснить, я чуть растерялась. Обратка – это наказание, понимаешь? А высшие силы, они никого не наказывают, они просто смотрят на то, как мы себя ведем и, соответственно, либо добавляют, если мы просим что-то и хотим видеть, как мы хотим, да, действуем, либо убавляют, если мы от чего-то отказываемся, только и всего. Не, ну, просто в сети очень много ходят всяких вот этих историй про каких-то там колдунов, про какие-то там привороты, отвороты. Я понимаю, что это другое, да? Я вот просто спрашиваю, а вот в этом-то случае какого? Ну, картами тоже можно приворожить человека, занести информацию и спрятать ее, ну, это, грубо говоря, для общего понятия, заинформировать колоду и спрятать ее на тот период, когда сделано, допустим, желание либо приворожить, либо отворожить. Ну, просто я не сторонник всего этого. Я не считаю нужным заниматься тем, чтобы применять насилие над чьими-то желаниями и над чьей-то волей. Вот это действительно... Да, это вмешательство получается такое-то. Конечно, конечно. Вмешательство в волю. Это насилие, это энергетическое насилие. Это человек, помимо его воли, его что-то заставляют делать какими-то магическими махинациями. Меня часто спрашивают, было ли на меня воздействие. Где-то, где я вижу, было, да, где не было, говорю, что не было. Потому что человек либо сам себе не уверен, либо чувствует, что им что-то руководит. руководит то, что ему неприятно. А раз руководит то, что ему неприятно, значит, действительно, посыл какой-то удар, какой-то магический был. Я сколько раз говорю, можно заставить, привезти коньяк водопою, но никак нельзя его заставить пить из реки, да. И то же самое с приворотами, с какими-то магическими действиями. То есть вот тут обратка, кстати, может прилететь в том плане, что если за человека либо кто-то заступится, на которого делается магическое действие, да, будет поставлен барьер, то как мячик прыгнет и полетит обратно, да, весь этот негатив. Либо человек сумеет заступиться за свой энергетический баланс сам, за свое поле. Я не знаю, аура это не аура, я в этом тоже не сильна. Вот, именно поставить преграду сам. Это тоже реально. То есть нужно просто в себя верить, быть в себе уверенным и по большому счету никто ничего тебе не сделает. Ну, а это привлекет-то в кого? В того, кто предсказывал или в того, кто заказывал? Там это обратно прилетает в таком случае. Давай опять разбираться. О чем мы сейчас говорим. Если мы говорим о том, что был плохой посыл, то есть о магическом воздействии, чей я, я говорю, лично я не занимаюсь, да, вот, то есть, то, естественно, оно вернется в том же виде, ну, может быть, немножечко ослабленное, а может быть, и немножечко усиленное. Допустим, пожелали кому-то плохо, много таких желающих, да, желать кому-то плохо и сделать это чьими-то руками, чьими-то сильными руками какого-то мага, да, оно прилетит, маг-то может и защититься, а прилетит тому, кто сделала заказ. Вот, это очень, очень сильно вероятно. А по поводу того, чтобы, если ты спрашиваешь непосредственно на предсказание, что я кому-то сделала предсказание может быть выдала не очень понравившись ему информацию хотя предсказатели не любят потому что часто слышал предсказатель не то что хотели бы услышать да всегда старается правдивую информацию выдать то ну какая тут обратка тут тебе выдана информация тебе решать что с ней делать какая тут обратка но конечно злое слово и обида это это и будет обратка от того человека которому не понравилась информация но не бой и рассказываешь практически все иногда просто смягчая вот ты рассказываешь о коррект не стараюсь преподнести да покорректнее если на онлайн я гадание ну например такие вещи как умопомрачение или какие-то инвалидности я не называю не обозначаю человеку будет неприятно до человека будет неприятно и в меня будут тыкать пальцем то есть но я всегда говорю дураки не знают что они дураки и все равно они не согласятся поэтому хоть говори ему об этом же хоть не говори это бесполезно ну что ребят на самом деле я вопросы все которые у меня были я их задал вот посему у меня к вам вопрос к нам сюда вот кроме володи то кто-нибудь зайдет и будет ли задавать вопросы или мы собственно говоря будем читать активный чат так сейчас я володе тогда включаю микрофон раз у нас пока один здесь сидит волове турист и остальным как говорится если кто-то хочет прийти в телевизор кстати как это сделать я еще раз повторяю внизу там в описании написано а те кто ходит часто к нам сюда вот на эти видео стрим они это знают заходите задавайте вопросы потому что я все я из себя по крайней далина ответил абсолютно на все мои вопросы у меня больше вопросов абсолютно никаких нету я узнал все что я хотел у нас тут игрек хулиганит в чате это нормально что не будет сейчас еще просто они расслабились без нас то что мы с тобой разговаривали они тут между собой между собой или определенные то есть у них там своя лекция я так думаю да что они ну вот ярослав спрашивает а что в чате нельзя задавать вопросы конечно можно ярослав а как же еще можно в чат можно зайти до я не вижу здравствуйте вот у меня такой вопрос я всю свою жизнь мне уже там 53 года помню один разговор он произошел в 19 когда мне было 19 лет вот ты можешь сказать с кем я говорил 19 лет и почему я помню этот разговор столько времени ну тут сразу возникает вопрос о чем был разговор что раз он так тебя задел ну давай мы можем просто хотя бы с кем с мужчиной или женщиной может то есть я должен сам ответить на свой вопрос с кем я говорю с мужчиной или женщиной так что ли нет я буду я говорю мы я могу угадать мужчина это ли женщина была попытаться не надо я был бы рад если бы ты бы мне сказала это так значит давай еще раз в 19 лет был под 19 лет я был в армии и был послушен тобой разговор нет не послушен я говорил это ты разговаривал я разговаривал я помню этот разговор всю свою жизнь и никогда не забуду до самой смерти вот с кем я говорил и в каких обстоятельствах пускай карты имя возраст ваше но обстоятельства не знаю 9-53 угу вы не просто говорили вы ругались я не буду отвечать на вопрос я задал вопрос я хочу услышать ответ с кем я говорил в 19 лет и почему я помню этот разговор и не забуду его до конца своей жизни вы не просто говорили вы ругались я начинаю спрашивать и карт и попутно выдаю информацию которая мне идет вот то есть вы просто дослушайте до конца мне нужен только ответ я буду слушать до конца пускай это будет длиться ну понятно тут уже такая атака пошла принципиальная то есть вы конкретно меня выслушать вообще не хотите да я не хочу отвечать на ваши наводящие вопросы я хочу узнать ответ на свой вопрос как вы и обещали а я не говорю вам наводящих вопросов я выдаю вам свою информацию ну мы уже начинаем спорить понимаете мне уже это не интересно понятно все я даже представляю что вы сейчас скажете дальше нет я отключаюсь мне колено задрючили меня своим вниманием понимаете вы даже мне не даете сосредоточиться я вам начинаю выдавать информацию вообще-то когда человек давайте так скажем по этическим нормам когда человек задает вопрос он сидит и внимательно слушает ответ я начинаю отвечать вы начинаете меня перебивать как я вам буду отвечать у меня свои принципы ответа понимаете я не то что вот вам банк и сказала я начинаю вытягивать информацию из потока и для этого у меня есть свои как бы методы работы с картами а вы на любое мое слово 10 своих говорите как я могу подключиться как я могу вам ответить ну в воде отключился у меня вопрос такой он уже сделал мне уже этого достаточно у меня вопрос такой галина как вы относитесь вот к передаче именно битва экстрасенсов сколько уже лет она идет как вы считаете я сейчас попытаюсь ответить на вопрос владимира я как бы не оставляю просто владимир ни разу не был на моих стримах и те кто кому я гадаю знать что и пока я мешаю калку иногда в качестве ответа может выпасть одна карта и это уже немножечко предыстория того что каким будет ответ то есть вот пока я заряжала карту вопросом а владимир меня перебивал я вам сказала вы не просто разговаривали вы выясняли отношения либо ссорились пока все молчат всем здравствуйте ну вот опять выпала эта карта метла вы ссорились с человеком стоящим выше вас по званию я так понимаю от которого вы вообще похоже что это вообще была женщина если честно я уточняю еще вообще-то мне идет что это была женщина я уточняю еще да вы разговаривали женщины которая как вам казалось далека как эти звезды вот в армии в 19 лет с женщиной в части очень интересно женщины возможно на кухне были ну там романтическая настроенность была и дискуссия была у вас это вы об этой женщине много думали ну не знаю смотрите угадал не угадал андрей да ты хотел спросить ну я свой вопрос вот галине как относитесь к битве экстрасенсов да 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 сколько лет идет ну это все таки шоу там наверно нету десятой части наверное тех которые что-то может как-то гадать или что-то может сказать правду какую-то ну так скажем 90 процентов там выступают тех кто просто хочет залезть в телевизор я бы так сказала ну да ребята заходите в телевизор мы тоже сейчас вас покажу ну вот смотри что самое интересное 90 процентов тех которые хотят действительно в телевизор залезть и мы их потом не видим может там дело в другом в рейтинге именно передачи а не тех которые хотя может где-то у себя в городе в каком-нибудь мухосранске они все может быть у нас ярославле тоже кстати снимали вот в доме который взорвался с газом и вот я помню этот случай я смотрела это по телевизору в принципе там кто там был экстрасенс то я сейчас уже не вспомню вот он как раз предсказал правильно то есть на тот момент когда это спустя уже сколько-то лет он спустя три или четыре года он приехал на то место район рядом со мной этот экстрасенс этой со своей передачи бит и вот в принципе он рассказал все правильно чтобы человек хотел покорчить жизнь самоубийством и унес с собой там по 28 человек так так и было то есть тот человек который тоже подключается к информационному потоку ребята кто будут вопросы задавать пишите капсом чтоб сразу было видно в чате именно вопрос линия я телефон поставил на зарядку я за чатом не смотрю борис я сразу потому что у меня тут нагрелся пока лежал ну так же я вот у себя на стримах устраиваю например гадания немножко шуточный немножко не очень я видел развитие канала на месяц например может кто-то смотрел как будет развиваться канал или люди спрашивают какое будет у меня здоровье там в течение полугода до или никто спрашивает или я замуж очень много вопросов по поступлению детей вот отвечаю то есть видно кто как кто-то кто-то там еще соединяется спрашивают люди спрашивают по году рождения можно сказать про человека допустим ну не за миллион наверно ответов может а ну вот борис кстати хотел спросить почему именно мне для гадания нужно только имя и только возраст никакие гороскопы помнишь ты хотел спросить да ну да как то почему именно вот это да это очень интересно я сама не знаю ни о чем ну видимо вот у меня устроена так мозг или психика вот подключению потоку мне достаточно возраста и имени и я вот цепляюсь за эту ниточку и вытягиваю информацию вот у нас плохая хозяйка спрашивает у меня мама болеет вопрос она выздоровеет это вопрос тогда если можно плохая хозяйка там что нам необходимо возраст имя мамы возраст мамы и период гадания пишите в чат всем добрый вечер всем привет в чате привет приветствую всех кто в экране в телевизоре мы так говорим ну в телевизоре да Туся 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 подскажи а ты веришь вот в гадание вот в это вот не знаю я далека от этого или или должны быть какие то кроме гадания на карте какие то еще сопутствующие может там не за вопрос я далека от этого никогда не гадала себе не люблю я это возможно просто я не знаю ну не то что боюсь Туся люди боятся информации боятся что их не самой информации боятся боятся что эта информация их как-то огорчит да да возможно это но просто знаешь не хочется мне в принципе огорчаться в том что было и знаешь узнавать то что будет я как то вот лучше мне в невидиме оставаться мне так проще вот именно да многие говорят что лучше не знать что будет пусть будет как будет и опять я вас здесь перебью разговор тоже не о каких то глобальных допустим да есть и глобальные какие то вопросы спрашивают как завтра состоится сделка да если бизнесмен вкладывает деньги он должен знать к чему быть готовым хотя бы морально и это вопрос не в этом конечно и не тем более многие люди ну интересуются вот именно все что связано с ними некоторые должны подробно о себе что-то знать а кто-то ну спокойно к этому относится все люди сами по себе разные согласно 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 так тут еще один вопрос у нас есть от настена из оскола а по картам можно узнать возможно ли найти родителей родных то есть если потеряны люди можно найти но работа очень многогранная нужно сначала выбираем одного потом смотрим живой не живой да вот раскладываем на карты где он может быть хотя бы ну я не знаю там ну местность может показать там есть люди в дурдом попадают есть люди там проживают вот масса нюансов да не именно разных толпой а именно как и человека индивидуально знаю опять таки возраст и имя тут вот ярослава у нас просит галя вот дата рождения расскажи об этом человеке 0903 84 ярослав а зовут так как человека то есть имя надо и дата рождения соответственно ну а что расскажет да ну а что расскажи об этом человеке вопрос уже тоже надо задавайте вопрос и кто-то еще плохая хозяйка там вопрос тоже был по возрасту мамы и по периоду имя возраст мамы период я скажу как будет развиваться здоровье как будет идти в какую сторону по крайней мере ухудшения улучшения либо на одном месте будем будете топтаться вот по здоровью это это можно сделать так плохая хозяйка отвечает антонина 1950 год рождения период полгода я прошу возраста не год рождения вот я сейчас буду сидеть не 70 69 наверное видите то есть я уже должна на дату посмотреть вот всегда прошу говорите мне сколько полных лет на данный момент не надо мы голову лишней информации лишними расчетами загружать давайте давайте смотреть конечно давайте на классической колоде на период полгода антонина 69 лет полгода а а а чё все молчат все ждут вопрос и ярослава говорит что зовут где он диму сейчас считаем сколько ему лет так плохая хозяйка задавала вопрос да по антонине значит выпали вот такие вот карты змея метла и аисты змея находится в центре в данном случае это медицина если медики будут за ней наблюдать и если соблюдать все рекомендации врача то вообще как бы я бы не сказал что там прям стопроцентно но если человек лежит в больнице вернется домой вот на период гадания на 6 месяцев если человек уже дома то лучше ну и нельзя как сказать нанять нанять врача или пригласить врача чтобы наблюдал чтобы человек был под наблюдением катаклизма какого-то такого смерти или чего я не вижу на ближайшие шесть месяцев это точно это точно вот нужно постоянно чтобы в семье был рядом медик с этим человеком с антониной с антониной чтобы был медик нужно приходил к ней ухудшение по крайней мере я не буду не вижу такого резкого ухудшения сильного до проблемы со здоровьем у нее есть у нее по моему там непроходимость кишечника у нее по моему крови но система кровообращения плохо работает нужно нужно наблюдение врача ярослава спрашивал про диму как я посчитал 35 лет ему вопрос у нас звучал у нас никого нету модераторов то что поднимали нам сообщение и палочи торис я в том числе до все идите в чат ей легче еще раз написать конечно она пишет 35 будет марте значит 34 на данный момент какой вопрос вопрос на какой чё про диму смотреть а где он вот где он находится сейчас потеряла на его хороший вопрос где он не что с ним а где он нет подождите возраст дает человек который кого-то ищет а мне зачем мне ее возраст мне нужен возраст и имя того кого ищем тогда ну вот 34 жорик 34 почему дима дима у меня видать виснет дима 34 пропал да давайте будем давайте будем все таки адекватными город я не назову ну ну давайте я посмотрю конечно где он и какой ответ дадут карты тоже скажу вам где он где он тоже глупо задавать вопрос потому что карты название города вам однозначно не напишут ну давайте сначала спросим жив ли он или или у нас знает что он жив ну что с ним да ну как то что сейчас происходит да просто это более емкий возможно запрос ребят вот те кому отвечают если можно не нарушать законов эзотерики донатик там внизу в описании галины чё-нибудь подоги посылки озвучиваться она не будет поэтому чё-нибудь очень плохо слышно тебя кирилл пропадаешь по голосу дима все нормально работает на каком-то на какой-то государственной службе где приходится по роду службы общаться с много с людьми иметь дело с бумагами живет своей жизнью дима все у него в принципе неплохо строит карьеру вы знаете надо было вопрос задать наверно вернется ли он может быть к вам даст ли весточку даст если у него в намерениях дайте себе знать он жив здоров все у него хорошо выпали вот три карты башня письмо работает с бумагами общественная нагрузка эти сад обозначает то есть официальное учреждение работа с бумагами с людьми работа ему нравится человек занят своей карьерой это масса вариантов от бухгалтера до ну как устраувщина до аниматора всё что угодно может быть он может быть и банки и в банке работать сидеть в окошечке он может быть и аниматором устраивать праздники, он может быть и бухгалтером, и секретарем, и каким-то офисным сотрудником. Вот если бы, допустим, рядом выпала змея или метла, я бы сказала, что он либо в больнице, либо в тюрьме, но этого нет. Человек, вот рядом с письмом, человек офисный занимается деятельностью. Галина, вопрос. Как Борис Васильевич говорит, шкурный. Ну уж догадай меня там. Мы с тобой начали разговор на том стриме. Жив ли твой муж? Дмитрий, 47. Геевые сказки, живых или среди мертвых, так скажем, как бы болезнь. Да, это вот уже, да. Как данность. Матери, мơм. Продолжаем. 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 Было какое-то неверно принятое решение и неподготовленность. И неподготовленность. Он пропал днем, средь бела дня. Я бы даже сказала, по ошибке своей наивности какой-то, по своей простоте. Кому-то доверился, кому не надо было доверяться. По трём картам сложно всё сказать. Поверил какой-то информации, понимаешь, поверил какой-то информации. Вот змея тут в центре, змея. И потом ключ. Дополнительная карта выпала дом. Я бы даже сказала, что был заперт где-то. И там его настигла смерть. Возможно. Был заперт. Не то в подвале. Прямо вот средь бела дня. Выкрали, не могу сказать. Заманили, обманули. Да, возможно. И заперли где-то. И заперли, бросили умирать. Возможно. Галь, ты говори, когда следующий вопрос можно задавать, ладно? Да, 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 да. Можно, можно, можно. Я просто не хочу муссировать. Можно сидеть над этими картами долго. Я не хочу муссировать больную тему для человека. Нет, нет. Я спокойно. Ну вот мне идёт информация, что заперли его где-то. Он не нашёл выхода. Его заманили чем-то, а он по наивности поверил. Заперли и не нашёл выхода человек. Прямо вот специально его заперли в каком-то помещении. Мальчишками стали заниматься бизнесом. Помимаешь? В легкие 90-е. Ну и рядом карта ребёнка. Наивность, простота, доверчивость. Да. Виктория спрашивает. Смотри, значит, на днях у меня нагрянули зрители с другого канала, которые меня и мужа омлили грязью. Вопрос. Если я запишу ответное видео, оно принесёт мне и моему каналу пользу или нет? Виктория, 1 февраля 75-го, это получается у нас 44 года, прогноз на 3 месяца. Можно спросить, какой будет эффект ответное видео. Можно вот так. Виктория, 44, да? Виктория, 44. Там Игорь ещё спрашивает. Сейчас, подожди. Разговоры ни о чём просто будут. Тут птицы, клевер и сад. Я бы так сказала, нарушение спокойствия и с той, и с другой стороны. Разговоры ни о чём. Просто будет трескотня со всех сторон. Абсолютно без какого-то либо положительного, либо отрицательного эффекта. Просто ни о чём. Я бы не стала тратить силы и энергию. Желаемого эффекта, по крайней мере, вы точно не добьётесь. Продумайте другие методы воздействия. Вы, по всей видимости, просто понимаете, разговор идёт о том, что вы хотите каким-то образом попытаться отомстить. А нужно ли это делать? Ну, результат будет нулевой, он вас не порадует. Ничего не произойдёт. Будет просто вот эта трескотня взаимная и всё. Кузьма спрашивает. А Галина, 82 года, пропала два месяца назад. Жива или нет? Ага. Мне идёт, что жива, но она не может с вами связаться. По моему мнению, что она жива, но она даже не знает, где она находится, и не может с вами связаться, не может выдать информацию. В принципе, все карты положительные. Рыба, собака, ключ. Пока оттасовала колоду лилии зима, возможно, это зимой... Вот в течение зимы вы её найдёте. До конца зимы, по крайней мере, период вы её найдёте. Заодно и посмотрим, до марта недалеко осталось. Следующий можно? Виктория снова спрашивает. Поступит ли мой муж Олег, 49 лет, в высшее учебное заведение? В этом учебном году, я так понимаю, да? На шесть месяцев, да, на просьбе. Ну, в центре выпало кольцо и рядом якорь. Ну, стабильная связь. Думаю, что да. Думаю, что да. Должен поступить. Там Игрик вроде задавал какой-то вопрос. Игрик задавал, да. Можно ли установить в трусах человека или нет? Ты про это? Я не видела. Я просто с того говорю. Нет, это он просто транслировал вопрос. Это старая, старая, да. Это уже давно уже прошло. Не, Игрик, там другой спрошу. Да, Капусть зайдёт. Дайте ему ссылку. Да ссылка есть у всех. В чате видно. Ну, так надо просто сказать, что кто хочет, могут ведь и здесь задать. Вслух. Могут вслух, могут... Как зайти в телевизор, он спрашивал. Ну, Игрик-то, конечно, спрашивал. Что, он смеётся, что ли? Игрик, давай заходи в телевизор-то сюда. Да. Ну, как ты? Не бойся, я отодвинусь. Ребят, всё. За мной посмотрим, в трусах или нет. Спасибо большое. То есть, они не переживают. Да там, в чате пишут. Нет, я просто говорю спасибо большое, ребят. за поддержку и... Ну, да. Спасибо. Пользуюсь паузой. ЛВ, привет. Ну, что, ребят, всё? Иссякли? Будем отпускать? Ну, раз такой дело, так давайте свободные вопросы. Конечно. Ну, хорошо. Галя, подскажи, как на тебе жениться, чтобы быть счастливым? Вот так вот. Вот хороший вопрос. Ну, свободный вопрос. Что-то я скажу. Нет. На ком, на мне? Да. Ну, не знаю, у меня очень высокие требования. А вот так вот. А пенсионеры не подойдут, нефтяники, сибиряки, нет? Это реклама уже получилась. Да, реклама нефтяника, сибиряка, и ещё и пенсионера, что ли? Да ладно, я вас умоляю. А что у тебя камера? Сам реклама. А, да, да, забыл. Сижу здесь втихушечку. Ну, вот он. Он-то рекламирует себя, сам не показывает. Про завалицы такой, да? Или голубоглазый? Ну, как лучше, я не знаю. Вот так, наверное, голубоглазый лучше. Я тебе говорю, у нас просто разное освещение, обои одинаковые. Можешь подумать, что мы с тобой просто с разных компьютеров, но в одной комнате сидим. Галина, подожди, у тебя обои выпуклые, а у меня впуклые. Вы выпуклые, понимаешь? Да, разные, да, немножечко. А у тебя впуклые? Пуклые, да, у меня впуклые. Вы уже подходите друг к другу. У меня осталось только пожелиться. Вот именно. И ваши обои тоже найдут. И здесь в интернете, да, сыграть свадьбу. Да, вот. Виктуально. А, я ещё что хотел спросить. Может, ты с помощью карты погадаешь, хочу ли я ещё раз, допустим, жениться, найти семью, что-то там, чтобы мне принесли как-нибудь в тяжёлое время стакан воды или нет? Воды, когда пить не захочется. Тогда и вопрос заключается в том, принесут ли тебе стакан воды. Да, 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 то есть, да, да. А Татьяна 65 лет пишет, что будет со здоровьем на полгода, раскиньте, плиз. Ну, Настёнка, скинь-ка маленечко. Это, ну, рублей 10. Глядишь, карта хорошо ляжет. Татьяна, 63? Да, 65. 65? Да. Просто у меня подвякивает, я поэтому переспрашиваю, чтобы не ошибиться. Хорошо, подвякивать больше не буду. Нет, это не ты, это у меня камера подвякивает. Я понял, понял, интернет. Ребята, спасибо большое. Я нормально, я держусь. У меня это просто... Ну, держись, ну, я понимаю. Это уже, это уже такая, ну, боль давняя. То есть, ты со мной свяжись, нам с тобой надо будет поработать, чтобы немножко восстановить свою... Нет, 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 это нормально, я такая сама по себе. Нет, нет, у тебя нету почвы под ногами. Я вот чужие карты сейчас пока чужой вопрос отложу. У тебя нет почвы под ногами. У тебя расшатанок. Сусе надо поговорить. Тебе нужна... Именно мы с тобой просто пообщаемся. Мы не будем гадать, мы с тобой просто пообщаемся. И все. И тебе станет легче. Я постараюсь. Спасибо. Да. Да не реву я, Ярослава. Я держусь за стул. Все нормально. Так, Татьяна, значит, 65 лет, да? Так, ну, в первую очередь, в центре у нас книга «Сбоку женщина и метла прутья». Это говорит о том, что наличие хронических заболеваний по генетически женской линии. Передающиеся по женской линии, значит, генетические хронические заболевания, да? В связке кровеносная система, система кровообращения, может быть, знаете, может быть сахар, может быть... А, вы, наверное, просто хотели услышать, не будет ли осложнений со здоровьем. Нет, нет, осложнений не будет, ухудшений не будет, это точно. Я просто вот вам уже говорю, какие наличия каких заболеваний может быть. Именно делайте ставку вот по книге на хронические заболевания по, значит, женской линии, передающиеся. Мамы, бабушки чем болели, чем, может быть, сестры болеют. И, в принципе, то же самое вот и будет. Варикоз, возможно, тромбоз. Вот это вот все возможно. Наличие. Но ухудшения я не вижу в течение полугода. Просто они есть, просто будут вот протекать эти заболевания. Ничего, все молчат. Сейчас я еще очередной провокационный вопрос задам. Я тоже хочу провокационный вопрос задать. Кто первый? У кого камера вручная, тогда я. А у меня провокационный вопрос. А если я сделаю Галине комнатку 5544, будет ли она регулярно стримы такие устраивать? Или нет? Давай раскинем карты. Галина, лет сколько, ну ты знаешь, сколько лет. О, давай раскинем карты, кстати, интересно. Вот это интересно. Да. Или она будет свои стримы устраивать, как обычно? Ну там можно же и на YouTube отправлять так же, и людей собирать здесь. Да, да, да. Ну можно и лично, вот персонально, без стрима на YouTube, а можно и со стримом на YouTube. Так а чего ты хочешь, то я не пойму. Лично или... Будешь ли ты делать у тебя такую комнату, и будешь ли ты ей пользоваться регулярно, чтобы мы туда приходили. Вот надо, человек сам на себя гадает. Вот как-то. Сейчас как карта... Почему? Я гадаю на Бориса. А, на Бориса? Разрешит или не разрешит? Нет, я спрашиваю, буду ли я приходить в ту комнату, которую создаст для меня Борис, в ту виртуальную комнату. Да. Буду ли я... Я даже озвучу. Есть ли у меня намерение посещать ту комнату, которую создаст Борис? Хорошо. Вот так я спрашиваю. Ту виртуальную комнату. Случайно выпала карта дерева. Я не просто, возможно, соглашусь, а пущу там корни. Причем стабильно. Вот смотри, чем это чревато для нас. Посередине книга, сбоку якорь. Ой, вот сюда, сбоку якорь. Это стабильность. Книга – это получение знаний. Звезды – это творчество. Вот на почве чего мы как бы будем пересекаться постоянно, на постоянной основе. На почве обменом знаниями, творческими идеями каких-то, творческими вдохновениями, посылами и все в этом роде. Я хоть и не предсказатель, но я уже сделал комнату 55-44. Но ты мне потом... Да, я тебе потом скину ссылку на нее. Ладно. Так, Дмитрий Кравец спрашивает. Можно мне погадать на супругу? Ну, а что нельзя? Можно. Павлович, у тебя же там вопрос... Возраст... Так, вот я и говорю, что возраст и имя. И что он конкретно хочет узнать? Как она к нему относится? Какие отношения между ними сейчас можно сделать? И это, конечно. Наверное, про ТВ про последнее спрашивать хочет. Про что? Как она сдавала задом и снесла две машины. Подожди, пускай он сам вопрос задаст, Павлович. Шучу, конечно, но это... Сейчас мы нафантазируем, блин. Ну, Галь же не видит чат-то. Она сейчас там начнет там раскидывать что-нибудь. Да, 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 да. Номер комнаты 666? Нет. Боря, наверное, такой не будет делать. Точно не буду. А, Борь, подожди, я ручку... О, кстати, про Ваську спрашиваю. Пока там вопросы зреют, я сейчас ручку возьму. Борь, ты мне номер комнаты скажешь. Хорошо. Я тебе пришлю. Я отбегу ненадолго. Не теряйте меня. Да, да, да. И, Боря, ты не записывал видео, как зайти в комнату, чтобы подключиться через YouTube? Не записывал видео? Да он мне объяснял, я просто не вникала, еще мне некогда было. Борь, 55? Так. 44. 55-44? Да. Да? Да. Тут вот пишут, чат, Боря, смотри сам чат. Смотрю, да, Дмитрий сформулировал, смотрите. Значит, возраст 25 лет, зовут Юлия. Хочу узнать, будет ли она ходить. У нее была онкология, отказали ноги полтора года назад. А на какой срок, Дим, смотреть? В течение какого срока? Давайте один год. Ну, давай год, да. Да, кстати, юзермен давно спросил вопрос такой, еще с самого начала спрашивал. Я заметил. И вот потом. Ну, так давай его сразу, это. Как вы относитесь к Лонго? Юрию Лонго? Да. Да забыла я уже про него. Фокусник и фокусник. Кто такой Кашпировский? Экстрасенсы, экстрасенс. Кстати, вот я не знаю, Кашпировский, Чумак, они интересные личности. Я уже на своем стриме рассказывала. На тот момент, когда вот они как бы вот эти все пасы делали и лечили по телевизору, был, я была беременна первым сыном, и вот внимательно как бы все время сделать нечего было. Лежала на боку и смотрела. Со мной лежала и смотрела моя черная кошка, которая по прошествии, значит, вот этого вот периода лечения резко посидела у меня. И потом такая и осталась. Ну, то есть она не то, что стала совсем, совсем в альбиноса превратилась, но она, так скажем, как будто милирование ей сделали. Она 50 на 50 стала равномерно, седая. Вот это вот факт, я точно говорю. Значит, воздействие какое-то все равно было. И, ну, я вот констатирую факт. Я так соседку пугал. Вот смотрите, Дмитрий Кровец, он говорит там, ну, говорит, вообще она будет ходить? Я поняла, то есть она сейчас не ходит. Будет ли прогресс, да, в это самое, после того, как ее парализовало, да, наверное, или чего-то? Ну, в принципе, это неважно. Человек не ходит и поднимется, и человек... Онкология. А, онкология в том плане, что, ага, поняла, сил нет. Не то, что ноги отнялись, а то, что сил нет. Сейчас. Я с вами. Можно мне наводящий вопрос задать? Ну, просто отвлеченный. Конечно. Ну, не сейчас, подожди. Я задаю вопрос. То есть, давай чуть-чуть попозже. Я сейчас сделаю расклад, я уже на юлю делаю. Да, да, да. Очень большая вероятность, что да. Андрей к нам присоединился. Очень большая вероятность, что поправится. И воссоединиться со своей семьей. Ответ положительный. Ответ положительный. То есть, давай. Виктория, я просто хотела спросить. Вот ты берешь, а к каждому человеку своя колода карт идет? Нет. А, нет. У меня их несколько колод. Тут у меня, да, разложено. Например, вот на колоде «Тайны Черного замка» я гадаю по негативу, по жив-мертву. Она такая, немножечко мрачная колода. Она на такие вопросы отвечает. Моя любимая колода «Чиро Марчетти» автора. Очень необычная. Она с таким золотым срезом. Я ее гадаю, значит, на, ну, непосредственно на человека. Либо расклад, значит, большой, либо расклад на романтические отношения. Есть колода маленький, синяя, оракул, ленормат, значит, это мужская колода, гадаю мужчинам на ней. Людям творческим гадаю на колоде «Арт М». Тут немножечко такие вот, много колод, и поэтому сразу два раза подряд, два гадания подряд на одной и той же колоде делать нельзя. Она еще содержит предыдущую информацию и может наврать. Поэтому надо, чтобы она приезжала, отдохнула. Поэтому я перебираю колоды, беру одну, кладу другую. А вот я за это и спросила. Ну, это нормально, это все предсказатели так делают. Колода должна отдыхать. Она должна скинуть с себя информацию. Я просто не в курсе этого. Ну, да, некоторые обращают внимание, да. Я это озвучиваю всегда. Да, Борь? Вопрос от Виктории снова. Я ожидаю помощи от человека, знакомого с моим мужем. Зовут человек Ибрагин. Будет ли помощь от него или нет? Виктория 44 года, муж Олег 49 лет. Так, поможет ли Ибрагим? Да. Викторию и Олегу, да? Да. А Ибрагиму сколько? Ну, нет, дата рождения неизвестна. А, нет, да? Ну, так скажем, окажет ли помощь? Дима тебе в догонку про супругу задает вопрос, а когда примерно она пойдет? Жена его. О, я уже убрала. Но мы расклад задавали на год. То есть в течение года, да? Ну да, в течение года. Улучшение должно произойти. Там были аисты, то есть вернется в семью. Если она, ну, такая какая вот она именно должна быть в семье. Лилия, потом лилия. Ну, лилия период вообще как бы зима. Может быть, даже и это зимой будет улучшение. Или по лилиям зима. А еще одну карту я вот уже забыла. Я уже откинула информацию. Даже, может быть, уже и зимой вот это вот. По истечению зимы. Еще какая-то там хорошая карта была. Я уже не вспомню. Поточнее вопросы. Да, информации много. Я просто себя настраиваю постоянно абстрагироваться от другой информации, когда переключаюсь на другую. Иначе у меня просто голова взорвется. А этот человек за границей находится, мне вот интересно. Вообще, вообще должен помочь. Должен помочь. Если он не... Вот выпали такие карты, значит, гора с одной стороны, собака с другой стороны. Собака в любом случае это помощь. И звезды. То есть надежная помощь в исполнении мечты. Вот так можно трактовать. Надежная, несокрушимая помощь в исполнении мечты. Возможно, еще тут гора как бы у нас немножечко говорит о том, что человек может жить за границей. Из-за границы придет помощь. Но это просто дополнительная трактовка на всякий случай. Я думаю, что помощь будет, да. Причем помощь будет нормальная. Хорошая помощь будет. Так, еще вопросик есть от Светланы Снежной. Россия, питомник Самоедов. Пропала подруга 11 ноября 1982 года. Это у нас получается 19 плюс 18, 35. А, нет, 37 лет. Зовут Светлана. Живали. Светлана, 37 лет. Живали. Я поняла. Да, всегда тяжело такие вопросы задавать. Это правда. Тяжело еще и отвечать на эти вопросы. А это еще большее правда. Да. А еще правда в том, что услышать ответ тоже тяжело. Это третья правда. Валентина Светенко, привет. Кстати, написал тоже. Спасибо. Спасибо. Туся, у тебя сегодня хороший микрофон. Спасибо. А, меня все слышно, да? Не то, что все слышно, у тебя сегодня не трещит микрофон, как вот бывает. Ну, я нашла... Вы знаете, мне идет весточка, что жива и будет от нее. Вот письмо выпало, будет весь в семью Аисте, письмо Аисте. Но не скоро, но не скоро, тучи рядом. Раз так, значит, жива. Я думаю, что жива. Толь, ты поспрашивать хотел, Анатолий? Да, я хотел спросить, можно ли сложные вопросы? Да-ка ты говори, а я оценю, насколько он сложен. Галя, мне три раза гадали на летальный исход. В 20, в 33 и в 60. В 20 это был Хаймашкер, в 33 это на Монероне. Пережало кислородные шланги, там 40 метров была глубина. И в 60 я был в Коми Республики на зимниках, летом. Ничего этого не, как бы не произошло. И трижды ставили канцер. Надо объяснять, что такое канцер? Да. По-народному это он заболевание или рак. В 93, 2014, 2017. Поэтому, какие прогнозы? Сколько мне еще мучиться? 155 лет. Палый. А почему я так говорю? Палый, да богу. Секундочку, почему я так говорю, сразу сказал, не подумавший. Потому что, понимаешь, человек, вот люди молодые, да, они думают, да мы проживем и больше, а энергии много. У тебя, кстати, Анатолий, энергии больше, чем на 155 лет. Я думаю, даже ты больше проживешь. Энергии у тебя хватает. Судя по твоим роликам, это, слушай, вот так вот, респект. Так что, я обещаю, думаю, что ты, буш, 155 лет еще проживешь. Палыч, то, что вы видите на ютюбе, это одна, ну, может быть, 10 лет. Я тебя вживую вижу. Да ютуб-то это фиг с ним. Как ты меня мог видеть вживую? Ну, сейчас же вижу. Я собаку два раза. А, в смысле, в этом интернете. К нам Игорек подсоединился. Аля, так что по моему вопросу? Здравствуйте. Так, давай, дорогой, значит, я тебе скажу так. Конкретно на смерть я не гадаю. То есть, я могу ответить в этом, значит, году, будет ухудшение здоровья или нет. Можем также следующее. И так вот постепенно смотреть. Это у меня пришло. Ну, это процесс-то долгий. Поэтому, я даже не знаю, понимаешь, тут нужно делать большой расклад, если честно. Я сейчас этому не могу посвятить время, потому что мы в онлайне. Ну, давай вот так вот. Будет ли ухудшаться здоровье в течение этого года? Давай вот так вот. Какие будут состояния здоровья в течение этого года? Вот такой вот. Вопрос-то действительно сложный. Сложный в том, что над ним надо просто работать, и ответ можно получить. Это все реально. Давай посмотрим просто на этот год на три карты. Так, еще раз. Сколько тебе лет? Сейчас полных. Шестьдесят два. Шестьдесят два? Шестьдесят два. Полных. Я поняла. Игрик, это у тебя там собаки лая? Что, слышно, что ли? Конечно. Вот так вот. Как ты в заушниках сидишь? А руины говорят? А тебе что, не слышно? Ну, они далеко. А меня слышно вообще нормально? Очень хорошо слышно. Ну, камера хорошая вот эта вот. Логитекта вот эта, которая, 920-я. Ну и не хвались. Пока тасовала карта змея, предварительно выпала. Это говорит о том, что обращаться к медикам ты будешь. Обращаться к медикам ты будешь. Заболевание есть. Но угрозе жизни нет никакой абсолютно. То есть ты... Да что у меня все вылезает? Какое-то непонятно какое. Так, вот значит, смотри. Вышли карты женщина, дева, можно другими словами сказать, крысы. Крысы говорят о том, что заболевания присутствуют. И аисты о том, что, ну, пока нет такого смертельного заболевания, которое бы имело летальный исход на этот год. То есть, да, заболевания есть, но лечить надо, и все будет нормально, в принципе, обращаться к медикам. Все, спасибо. На этот год ничего плохого. Текущее заболевание не хуже, не лучше, так скажем. Вот так вот. Все, спасибо. Игорь? Да, привет, ребята. Привет, Игорь. Да, я на пять минут зашел, вот как бы у меня тут дедишки бегают. Я просто... Освоится, да? Да, нет, я еще хотел спросить вживую, вживую, а какой вообще лучше оберег использовать, и как сказать-то, вот, ну, такое там изделие или что-то такое вообще, чтобы от сглаза, вот, у тебя есть такая, как бы, информация? Я поняла. Мы стримеры, как бы, я вкратце, да. Мы, как бы, такие немножко публичные личности, да, например, все мы, вот буквально, абсолютно. Я поняла, поняла, о чем ты. Да, да, а заходят разные люди, как бы, и стримы смотреть, и, так сказать, вот, ну, просто вот вопрос, и есть ли такое что-то, что, ну, так вот, ну, поняла, короче. Я поняла, поняла тебя, поняла. Ну, во-первых, любому человеку, не только мне или тебе, или публичному, или не публичному, засыпая перед сном, то есть перед тем, как лечь в постель, вернее, уже лежа в постели и накутывавшись одеялом, нужно просто произнести такой, так скажем, заговор, молитву или такой вот шепоток. Я отбрасываю все зло, которое мне было причинено в течение дня, каким бы оно ни было. Этого достаточно. Понятно. Можно еще добавить, небесный, можно еще добавить, небесный дух, завещаю тебе оберегать меня в течение всей ночи. Вот можно еще вот это добавить. То есть хотите, записывайте. Я отбрасываю все зло, которое мне было причинено в течение дня, каким бы оно ни было. Небесный дух, поручаю тебе оберегать меня в течение всей ночи. Все, этого достаточно. Второе, хотел сказать, что деду респект Борису, ну, тебе тоже, кстати, отдельный вообще респект за то, что ты так, все-таки, ну, такую смелость, как бы, это самое, и в онлайне так все это самое, в прямом эфире все это отвечало, держалось молодцом, честно-честно. Вот, а деду респект, что это организовал, потому что эта тема очень интересная, сто процентов, это все, что такое вот с этим связано, магическое, это все всегда было интересно, я думаю, что это, вот это вот, как вы говорили, отдельную комнату, если дедушка тебе там предоставит, это вообще будет супер, это будет вообще респект. Адресочек тебе скинуть, да? Ну, да я 5544 запомнил вроде. А, мне самой-то бы не забыла, я тоже записала. Кстати, вот, по ходу дела, да, 5544 складываем, все цифры получаем в итоге. Получаем цифру 9, цифра 9 по картам Ленорман, это букет, приглашение, хорошее начало обозначает карта. Да, еще можно сказать, вот, вот эти все, ну, гадания, да, я к этому немножко скептически, конечно, отношусь, да, но все-таки имеет место быть, как бы, да, вот это все, потому что все-таки, ну, вот в этот момент именно эта карта выпала, понимаешь? Ну, это картинка. Да, 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 я поняла, о чем ты хочешь сказать. Рукой предсказателя говорят большие силы, да. Ты озвучиваешь, да, ты озвучиваешь просто, и бывают, конечно, ошибки, это 100%, конечно, это бывает. Да, бывает, я ничего не говорю. Если бы, если было все так просто, бы все бы ходили гадалки, бы каждый раз, и там, и баксы, и доллары, помнишь, как это, когда это, ну, они там, все бы там это, ну, понятно всем все, в общем, вот. Так что, это все, не надо относиться к этому. Я больше скажу, население у нас, по большому счету, вот как у Пушкина, как-то там, я сам обманываться рад, что-то меня не обманывайте, я сам обманываться рад, вот у нас еще население такое доверчивое, и я всегда говорю, вот говорят, как лучше, куда, кому обратиться в случае чего, и некоторые даже, вот, у меня в случае вперед деньги, я еще вам гадание не сделала, а вы мне уже деньги присылаете, зачем? Оплата должна после дела производить, да, бывало, кидали меня и не оплачивали, как бы, даже хотя и был договор, но я к этому отношусь спокойно, то есть не захотел человек заплатить, это его проблема, это не мои проблемы, я свою работу сделала, понимаете? И чем, как отличить, например, хорошего гадателя от плохого, в том плане, что порядочность, либо непорядочность, да, вот по этим вот таким параметрам, то есть я просто слушаю и просто выдаю от себя информацию. Я не пытаюсь ни перед кем юлить, не пытаюсь никого задобрить, не пытаюсь как бы как-то себя немножечко облагородить в чужих глазах, вот, те, у кого слишком много фавора, пышности, пиара, это все-таки уже не настоящий, вот я в самом начале еще стрима говорила, что настоящий талант, он всегда пробьет себе дорогу. Да, может и помогать нужно, и спасибо, допустим, в моем случае это вот дед, да, и вот мои зрители, но тем не менее, я сильно бы не расстроилась бы, если бы, у меня бы этого, допустим, ну, не получалось, ну, просто бы забросила это дело. Если это получается, если это кому-то помогает, я лучше, вот так вот скажем, не более того, не более того, я не стремлюсь стать какой-то известной, или каких-то высот достичь, или в том плане, что, ну, овладеть умами и душами людей, стать каким-то идолом, вот это совершенно не надо. Желание помочь мной руководит, ну, и подзаработать, естественно, тоже. Честным путем. Дедушка руку тянет. Да, тут комментарий у нас от Светланы, Снежной, России, питомник Смаэдов, да, которая спрашивала тебя про Светлану, а ты сказала, что она вернется, да, вот смотри, комментарий есть. Галя, вы меня простите, пожалуйста, я про свой вопрос. Светлана умерла в 16-м году, но она умерла на 18-й неделе беременности. Вот они и аисты, и тучи. Ну, вот видите. Сами себе ответили, да. Подтянулись математики, ребята. Математики подтянулись. Нет, ну почему, хорошо, что она так сказала, хорошо. Просто я еще раз говорю, провоцировать, зачем провоцировать предсказателя? То есть, видите, карты-то свое выдали, а я уже вас начала жалеть, да. Ну, вот не вышло ни косы, ни гроба, потому что уже прошло сколько, 4 года прошло. Ну, хотя его 25 лет искали, мы тоже сестру вышло, что она умерла. Ну, там вообще ничего про человека не знали просто-напросто. Видите, вот у вас такая ситуация. Конечно же, я не могла этого предполагать и догадаться. Если бы это был большой расклад, было бы более точное событие. Совершенно верно, все это нормально, это рабочий момент. Галина, ну, еще, конечно, здесь психологические моменты, да. Все-таки ты хороший психолог все равно. Ты сама понимаешь все-таки это, да, наверное? Да при чем тут психология? Мне кажется, что, если ты хороший психолог, мне все равно вживую, когда ты, например, гадаешь вживую с человеком, да, тебе проще же все равно какая-то энергетика от человека идет и какие-то навязчивые вопросы, когда задаешь, все равно уже проще, наверное. А вот так очень сложно, когда тебе... Вот это очень сложно, когда говорят... Ну, сложно, сложно, Игорь, конечно, сложно. Вот так вот ни с того ни с сего, да, ответить человеку на вопрос. Да, я назвала какие карты, то есть, видите, моя рука правильная, но я не сумела правильно трактовать в данной ситуации, потому что не знала вообще откуда все идет этот вопрос. Просто вот такой вот. Ну, там, по-моему, ребенок еще рядом был. Ну, то есть в новом виде, значит, она вернется вот аисты... А, нет, не было ребенка, да, тучи, аисты, письмо было, да, письмо, известие в семью, да, неприятное, да. Ну, вот, видите, я посчитала, я человек на позитиве, я посчитала, что человек вернется. Ну, надо было сказать, что ее нет уже, понимаете. Можно было спросить, при каких обстоятельствах, допустим, ее не стало. А так это, ну, провокационный вопрос, конечно. Галина, как люди называются, которые вот, ну, ну, типа экстрасенсы, которые вот могут считывать информацию из человека. Ну, вот прям просто... Да, там все считывают разными образами. Я при помощи карт, например, по-другому я не могу. Нет, ну, я могу какое-то впечатление свое о человеке составить. Есть ясновидящие, которые... Вот у меня есть знакомая экстрасенс в Ростове, кстати, она живет. Я не знаю, знаешь, ты ее не знаешь. Она, например, может на тебя просто посмотреть. Она вообще картами не пользуется. И мне категорически запрещала гадать. Она просто посмотрит на тебя и говорит тебе, какие у тебя проблемы со здоровьем. Имя, как ее? Нина Адольфовна. Не знаю. Я работал в 2003 году в гостинице Юта. Вот. И у нас устроилась уборщица. Коротенечко историю расскажу тогда, можно? Вот. Работал там электриком дежурным. У нас устроилась уборщица, короче. Вот. Ангелина ее звали. Ее уволили через две недели. Через две недели уволили из-за того, что она пела песенки. Ну, мыла полы и пела песни, в общем. А я просто поднялся, пока она еще работала. Вот. Мою смену она работала. В общем, вот. Поднялся в горничную водичку попить. И она читала газету. Вот Игорь говорит, типа, ну, мы с ней познакомились. Я Игорь Анангелина, говорит, типа, ей лет под, ну, может быть, около 60. Не знаю. Вот. На вид. И она говорит, вот, читать газету, говорит, вот, Игорь, веришь в то, что люди изнутри сгорают, бывает энергетика, бла-бла-бла. Так у нас разговор пошел. Я говорю, да, я не верю в это все. Ну, вот. Я сидел, она передо... Ну, это я вкратце все очень рассказываю, чтобы времени занимать эфирное, так сказать, да? Она передо мной села, закрыла глаза и просто про меня все рассказала, не зная меня абсолютно. Я почему, как бы, ну, так сказать, вот, ну, вот, один раз в жизни вот это вот все я видел прям вживую, когда вот именно надо мной такие манипуляции проводили. Ну, она подключилась просто к информационному потоку, да, напрямую, без инструмента. Ее инструмент – это ее мозг. Да, она без наводящих вообще абсолютно вопросов. Она сказала, что у меня вот, ну, там, со здоровьем что прям полностью прям сказала. Я в одежде был, у меня включится вот сломано, да, она сразу же это увидела, даже вот так вот, не видя ее. Вот. Вот, потом она еще, у нее, знаешь, что было, у нее она рассыпала монеты на этот, на диван и просто провела руками, и они все прилипли, эти монеты, вот, которые магнитятся, они все прилипли к ладошкам. К руке? Да, к руке, прям она вообще, ну, такая энергетика у нее серьезная была. Она, она, она потом положила еще купюру на руки, у нее эти краешки поднялись прям, она вот, ну, сделала. И все это я видел, как бы, это вот удивительно, да. Ну, это, ну, это более, более, более сильная, более сильная личность, и я-то вообще на начальных этапах, я ни на что такое не претендую. Она, она, на что сказала, она когда по молодости, она вообще могла, говорит, типа, вот, как говорят, есть такое выражение, буду стаканец сделать, вот она, говорит, могла такое, и машину остановить могла даже, говорит, ну, силой мысли. Ну, это я не знаю уже, это уже не проверено. Палыч, ты хочешь что-то срочно сказать? Да, ну, не срочно, конечно, но дело такое, вот, опять же, провокационный вопрос с моей стороны, других вопросов у меня нет. Как можно, можно ли вообще погадать на правительство, и как долго оно просуществует, вот, не знаю, вообще, вот, Галине, просто вообще можно погадать такое? Можно, можно, даже, я тебе больше. Ну, дело, потому что они недавно только существуют, ну, я возраст не знаю, ну, вообще. А возраст, а возраст, а возраст не нужно, можно, нет, ну, ну, понимаешь, тут страна, политика, ну, тремя картами сложно, я не возьмусь, мне нужно об этом думать, да, допустим, но раскинуть карты можно, и все вот учителя, которые, допустим, да даже в интернете, которые обучают, ведь начинающих гадать, которые обучают, с чего начинать гадать, практиковаться как, кому приставать, постоянно за руку кого-то хватать, давай я тебе погадаю или еще чего-то. Вот они предлагают, тренируйтесь на политиках, да, тренируйтесь на, мне так очень понравился способ тренироваться на сказках, я его замечательно освоила, я могу разложить любую сказку и рассказать вам. Так вот она будет, вся сказка, вот она будет в раскладе, то есть ее можно, про красную шапочку, про золушку, пожалуйста, все это можно прочитать, все это в карте читается. Я бы хотел послушать, интересно. Ну, вот меня кто-нибудь научит вебкой пользоваться, может, в эти выходные, молодой человек, придется ко мне. А, сейчас, что, не вебка? Нет, а вот, чтобы на стол, я же не могу вас перевернуть и на стол, чтобы вы видели, как я раскладываю, чтобы руки мои и стол видели. Еще одну камеру подключить и направить ее на стол, чтобы вы работу мою видели. Вот в чем птичка-то. Понятно, понял. Ну, насчет правительства, как погадать-то, ну, не знаю. Ты про наше правительство хочешь? Ну, не американское же. Новое правительство, которое уже утвердили. И стоит, как говорится, чего-то ожидать или лучше бежать уже в сторону Аляски? Тут надо думать, понимаешь? Вопросы, конечно, очень серьезные, тремя картами не отделаешься. Можно сделать большой расклад ради интереса, да. Я просто подумаю, как это сделать, допустим, что мы ожидаем, что можно ожидать от этого правительства в течение, допустим, года, да? Хорошо. Кстати, ребята, у кого, я не знаю, Боря, может, кому-то можно раскинуть, в WhatsApp есть группа, которую сейчас подключила. Кто у нас, получается, там подключился? Туда можно присоединиться и все вопросы туда задавать. Это кто желает, YouTube называется, а кто, я не помню. Боря, подскажи. Вы меня не звали. Вот, ребята, присоединяйтесь сейчас, как вот можно отправить всем желающим туда. И все вопросы, вот, все вопросы решать, допустим, какие-то. У кого стрим будет, у кого, вот, я оттуда, например, узнал, что стрим сегодня будет ваш. Кто желает? Ну, можно, конечно, объединиться. Чем больше народу, как говорится. Да, да, ну, смотришь, сделать группу. Ну, что, просто так, что ли, сидим? Тем активнее продвижение, согласно. Да, да, а то не найдешь, как говорится. Боря, получится, нет, вот, это, всех собрать. Ну, просто не у всех, как говорится, номера телефонов есть. Если кто-нибудь, кто-нибудь всегда получится. Ну, что-нибудь-то да. Ну, там сейчас нас всего сколько, 6 человек всего, вроде бы, в этой группе. Или 4, по-моему. Я не знаю, сейчас посмотреть не могу. Вот, давайте, ребята, туда соберемся. Да, это можно отдельно сделать, Павел. Это не проблема, на самом деле. Так, это даже те, которые сейчас в чате находятся, туда можно подключиться. И там обсуждать все вопросы, все новые стримы, все можно там сделать. Туся, деть? Дима подключился, вроде, да. Ладно, ребят, я побегу. Хорошего вам вечера. Давай, Игорюш, пока. Давай. Пока, пока. Ты в трусах или нет? А вот пускай, а пускай Галина, а Галина пускай. Погадает на трусы. Погадает. Ну, ладно, я рад был вас видеть. Всех вам благ, ребята. Увидимся на стримах. Пока-пока. Леген, ну, пока. Анна НМК. Анна НМК, привет, Анна. И, привет. В своем репертуаре, Игорь. Вот правительство, выпали, смотри, значит, тучи, корабль и этот, сад. Но в середине у нас находятся тучи. И в этой колоде, так как правительство все-таки работа творческая, значит, будет обещать какие-то перемены. Будет воздействовать на население через СМИ, через общественные какие-то организации будет воздействие. Вот прямой такой, прямо без деятельности я не вижу. Но у меня ощущение, что это будет топотушки на месте. Неэффективно. Ну, я согласен, да. Вот если коротко. Поменяли правительство, а толку никакого. Кардинальных перемен не будет никаких. Будут только обещания перемены, и все. Пока нет, пока нет. А можно, допустим, лет на шесть вперед, пока я жив, здоров, как говорится. Может, там чего-то ждать на пенсии. Да можно. Это я на этот год спросила. Ну да, ну хотя бы на лет пять-шесть, там вот, ближайшие. Ну, видишь ли, чем дольше период предсказания, тем меньше точность предсказания. Ну ладно, давай попробуем на пять лет. Сколько эффективна будет работа российского правительства в ближайшие пять лет, да, посмотрим? Нормально. Насколько эффективна будет работа российского правительства в ближайшие пять лет? Опять же, неправильный. Эффективна для российского жителя или для внешней политики? Вот же тоже опять вопрос интересный. Для населения давай спросим. Давай для нас, да, давай для нас. У Туси опять, по-моему, замыкаешь. Что? Нет, нет, вроде. Опять идет фон? Перестала. Нет, замыкала маленько сейчас, перестала. Ты уж меня напугай. Проблему решила? Ну да. Все нормально, значит. Это, может, ты слышишь, как я... Глаза в голове. Печатаю? Глаза в голове. А, там тараканы переговариваются? Нет, там инопланетяне в голове. Да ладно. Какие инопланетяне в твоей голове? Жужжат, жужжат. Это тараканы. Да, кстати, их тоже надо подкармливать. А иногда можно их и прибухнуть. Ну вот. Правильно. У меня все-таки у Туси. Как свою картошку оставить? Ну, не знаю. Что у Туси? Гайки будут закручивать. Будут закручивать гайки еще... Слышишь меня, Палыч? Да, да. Будут закручивать гайки ту же и ту же, объясняя так, что нам это будет... Что типа нам же это и надо. Вот такая будет... Нам будет лучше. Да. Что нам же будет и лучше. Что это делается в наших интересах. На самом деле будет усугубляться и политическая обстановка, и внутриполитическая обстановка будет усугубляться. Но мягко, 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 так вы знаешь? Да, не отлично. Нас будут к этому очень мягко. Дима, привет. Дима, привет. Да, тебя слышно. Здравствуйте, уважаемые. Уважаемые, здравствуйте. Давно хотел спросить. Ну, про Лонго мы выяснили, да, все понятно. Про правительство сейчас был разговор. Вот вы меня уж простите, вы такие все экстрасенсы умные, но вы уж наведите-то порядок-то в конце концов. Да, да, в конце концов, что же такое-то, что страной творится. Не, ну, посмотри. Из концов, конечно. Да. Или совсем с ним ничего сделать нельзя. Ну, это надо тогда обратиться. И он там с Богом, он там напрямую, он может тоже помочь. Когда будет улучшение? Не, ну, понимаешь, вот люди, они просто предсказывают, что мы можем сами. Мы сами можем. Я вам скажу одно. Да. У человека для счастья все есть внутри него. И не надо пенять на правительство. Верно. И пенять всех и вся в своих каких-то проблемах. Я не именно вот Диме говорю, вообще каждому и самой себе говорю. У человека для счастья есть все внутри него самого. Умение любить. Изначально данные, допустим, какие-то жизненные потенциалы, жизненные способности, таланты и все остальное прочее. Желание развиваться, самоутверждаться и самореализоваться заложено в каждом человеке. Вопрос, кто по какой дороге идет. Поэтому ждать каких-то подарков с неба, я считаю, это, и чтобы кто-то для кого-то что-то сделал, да еще и через правительство, я считаю, это, ну, по крайней мере, инфантильное мышление, понимаете, такое, несколько наивное понимание происходящего. Я вот думаю, что многие ленивые просто. Ой, сори, Павлович, говори. А, я не видел, что ты руку поднимал. Говори, Гим. А у меня руки нету. Вот я и говорю. Поэтому заходи. Он большим пальцем ноги по полу стучал. Ну, я говорю, может, просто некоторые ленивые, некоторые обвиняют, вот, знаете, у меня есть соседи, ну, дом, как говорится, многоэтажный, пятиэтажка, да, выхожу, в соседнем подъезде сидят два алкаша. Вот, все у нас, все хреново. Я говорю, а вы пробовали работать? Да у нас пенсия будет плохая. Я говорю, а вы пробовали это зарабатывать? Вот, у нас все правительство. Ну, о чем разговор? Согласен, согласен. Вот так. О, полностью согласен. Есть такие, есть такие случаи, они в каждом дворе, да. Когда улучшения в стране произойдет, жизни не хватит. Да. Ну, давайте будем честны. Мы будем честны к тому, что наше богатое, да, государство, и получается, все наше богатство, оно принадлежит не нам. Я вот что хочу сказать. Но. Вот почему-то в тех городах, семи раз, ребенок родился, ему сразу капает на счет, ну, вы это все знаете, да, вот эти все тонкости, да. У нас почему-то это все обойдет стороной, все нас называют быдлами и так далее. Почему? Почему? Ну, а кто нас называет быдлами? Скажите мне, пожалуйста. Дмитрий, ну, в этом не виноваты экстрасенсы. Я нет. Ну, я никого сейчас не обменяю. Я никого сейчас не обменяю. Вы меня пожмите тут правильно. Абсолютно. Не понимаете. Сейчас вы просто разговоры о том уходительстве, да, и вот, ну, сделайте его в конце концов. Ну, пускай они уже подумают о своих... Про политику не будем. Вот, давайте, тогда лучше не будем поднимать этот вопрос вообще. Не поднимай, Дмитрий. Так, Валерий. Ну, Дмитрий, у нас тут еще такой, это на стриме элемент развлечения, так скажем, захотели, значит, на правительство погадали, захотели, на замужество погадали, на новую комнату, то есть, как бы, никто нам этого не запретит делать, правда? Вот, другое дело, что, может быть, кому-то какая-то тема определенная не нравится, это уже личное желание человека, я так скажу, смотреть, либо не смотреть, просто-напросто вот так вот. Экстрасенсы, ну, что могут экстрасенсы, допустим, во все времена всегда шли войны умов, вы понимаете? Я уже про церковь говорила, мне дед задавал вопрос по поводу церкви, то есть, как, допустим, церковь считает грехом занятие оккультизмом, слово не выговаривается. Но ведь церковь сама за руку держит вот этот оккультизм, одной стороной, значит, бьет по головам верующих, нельзя, плохо, грех, а другой стороной сама держится за этот оккультизм, вы понимаете? То есть, во все времена шла война умов, вот, и если кто-то, допустим, старается сделать плохо где-то кому-то, то в другом конце планеты кто-то другой старается сделать кому-то хорошо. Баланс, вообще, я считаю, баланс всегда важен, и он всегда есть, иначе бы уже, наверное, планеты не было, я так думаю. Вот, и поэтому, ну, экстрасенсы не экстрасенсы, а есть люди, которые не хотят ничего делать, а есть люди, которые день за днем хотят сделать что-то хорошее. И в силах каждого изменить мир к лучшему хотя бы одной сегодняшней улыбкой. Я вот так рассуждаю, я такой вот оптимист и совсем ни грамма не пессимист. Ну, а разговаривать о политике, я уже давным-давно политику забросила, лет в 35, наверное, еще разговоры о политике, потому что они меня стали сильно напрягать, потому что я прекрасно поняла, что изменить я все равно ничего в этом плане не могу, потому что политика у нас живет своей отдельной жизнью в стране. И что об этом говорить толку? Ну, поговорили, разошлись, а кушать-то хочется все равно, жизнь-то проходит, радость-то хочется получать все равно, то есть надо искать ее в себе, эту радость. Надо наполнять вокруг себя пространство радостью и счастьем, а это каждый человек может для себя сделать сам. Да, свою маленькую квартирку, свою домушечку, свой огородик наполнить своим счастьем, своим вниманием, своей заботой, своих близких. И этого уже достаточно. Сегодня я наполнила своих, сосед наполнил своих, и смотрите, понеслось, разошлось. Ну, это я глобально так говорю, конечно, немножко сказочно. Ну, чтобы понятно. Более, сколько там просмотров. Посмотри, пожалуйста. Вопрос. Анна НМК спрашивает. Галина, а можно как-то узнать на картах про жилищный вопрос? А что с жилищным вопросом? Будет ли, произойдет ли покупка квартиры или продажи? Какой конкретно? Можно, конечно. Ну, вот сейчас она сформулирует, я прочту. Боря, посмотри, сколько там смотрит нас. 30 человек смотрит, 40 на ровах. О, нормально. А лайков сколько, я стесняюсь спросить? 40. Ну, что-то пальцев мало. Просто, если она подписалась у Алексии на канал, я не знаю. Это она, наверное, скажет. Ну, там еще, да, там подписка будет уже, конечно, посмотрим. Должно быть, по крайней мере, я подозреваю. Боря Ториса, дайте ссылки. Я не могу тоже, потому что у меня стрим тоже идет. Ссылку на... Ссылку же уже, там Юлин, что-то зайдет. На Валексу, да. Кого вы смотрите? Я сама себя могу посмотреть. На Валекса? На канал Валекс ссылка в описании этого стрима, ребятки. Откроете описание, смотрите, там внизу все есть. И на донат ссылки, и на стрим, и на все. Да, 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 да. У меня прибавилось только 7 человек. Подожди, что прибавится. Было 585, стало 592. Плохо мы поработали сегодня. Ну, а что делать? Отрицательного... Хорошо хоть не убавилось, я уже этому рада. Отрицательного результата все равно нету. А, вот она формулирует, смотри, будет ли у меня своя квартира или дом, и когда вообще? Анна, 38 лет. Сразу говорю, вопрос сформулирован неправильно. Вот давайте, то есть вопрос абстрактный. Будет ли вообще? Ну, может быть, и будет. По короткому раскладу это вообще не посмотреть. Нужно загадать период времени и конкретно, допустим, квартира в течение этого года. Или дом в течение этого года. То есть более конкретно нужно задавать вопросы. Плохая хозяйка, спасибо, что ты подписалась. Борис, скажи мне имя и возраст девушки, которая жилье хочет. Анна, 38 лет. Анна, 38 лет. Я поняла, поняла. И вообще, вообще, как она планирует? Ну, я могу раскинуть, допустим, в течение года, купит ли Анна свое жилье, приобретет ли Анна свое жилье. Я вот так вот. Замужем? Нет, вот. А то у него жилье, видимо, свободное. У меня четыре комнаты. А, балкон еще пятый. Так, ребята, у кого играет музыка? Дима. Ну, Пал, я не замужем. Как-то если. Я тебя боюсь, нет, так говоря. Галя, я тебя боюсь, нет. Ну, как-то, я не знаю. Вот, вот видишь, Палыч, дорогой. Вот поэтому я и одна. Меня многие боятся, не только ты. Ты хоть честно в этом признался. Ладно, давайте Анну смотреть. Слушай, если жена все будет знать про мужа, долго они не проживут. И все хитро заулыбались. Да, 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 да. И все замолчали. Мы замолчали и хитро заулыбались. И каждый думал и молчал о чем-то о своем. А мы сами ведьмаки. Да, да, да. Вы жуки, каких маленьких. И каждый. Ну, ладно. Вот неправда, неправда. Я никогда не говорю про мужчин. Что жуки хитрые? Так, где мы до сих пор музыка играем? Я, похоже, он ушел куда-то. Где мы курить? Так. Ну, ладно, придет, скажет. Что-то там Сахалин пишет, что слепой у Галли. Вижу, кто делает. Да ладно. Не знаю. Сейчас посмотрим. Ну, ладно, придет. Что-то там Сахалин пишет, что слепой у Галли. Анатолий звук. Валли вижу. Анатолий звук. Звук выключи с Ютуба. Давай. Сейчас посмотрим. Я готов. Галли, тыщенку скинуть подписчиков. Ну, не знаю. Так, Анна, вот смотрите. Выпало три карты. Да, вот. В середине письмо. Это новость. Ребенок. Начало. Успешное начало в этом году будет положено. То есть, я задавала вопрос. Будет ли у Анны в течение ближайших 12 месяцев свое жилье? Появится ли возможность приобрести свое жилье? И будет ли у нее свое жилье? Карты отвечают, что прямо ваш мир радуется. Как такового жилья не будет. Как такового. Именно вот в ближайшие 12 месяцев. Но вы сделаете... Это самый успешный момент для того, чтобы начать проект. По тому, чтобы, ну, хотя бы заложить идею, так скажем. Накопить стартовую... Начать копить стартовую сумму. Да. Может быть, присмотреть, подписать какой-то договор. Может быть, я не знаю, ренты или ипотеки. Или еще чего-то. Успешное время для начала. Вот именно того, чтобы приобрести жилье. Успешное в этом году время. Так что действуйте. Действуйте смело. Потом это все обернется вам на пользу. Именно вот в этом году, в 2020 году, как такового жилья не будет. Но начало будет успешным, если вы будете предпринимать какие-то действия относительно этого. Еще кто-то спрашивал. Да, да, да. Да, я вижу. Можно задавать на других людей вопросы, которые здесь присутствуют. Может, они их задавали, но у меня интернет через пень-колоду, и я не слышал. Он то включается, то выключается. Вика озвучивала вопрос про Олега. Да. Я поняла, про кого ты говоришь. Она спрашивала, поможет ли мужчина по имени Ибрагим, сможет ли он им помочь. Я сказала, что да, сможет, поможет. Спасибо. Я сама по поводу Вики и Олега много думала, но еще не раскладывала. Возможно, разложу и никому не скажу, но я это сделаю. Я настроюсь, я сделаю, я посмотрю. Мне серьезно нужно настроиться. Тема очень серьезная и болезненная. У Виктории еще один вопрос к тебе. Она тебя сегодня прям засыпала. Я ее приглашала. Я ее приглашала сама лично. Будет ли востребована общественная организация, которую планирую открыть? Верь в ней называется организация. Значит, Виктория, сейчас я скажу возраст, если ты не помнишь. 44 года, общественный защитник там, организация. А, ну ты все знаешь. Ну, конечно. Такой человек все знает. Она все помнит. Да, главное, хорошая память. Это у меня память древняя, а она все помнит. Ой, молчи уже. Я, говорит, не злопамятная, я просто злая память у меня хорошая. Да. Галя где-то конфетки тырит. Нет, я еще одну колоду достала. Просто те колоды, я считаю, недостаточно отдохнули. Ну да. Пока тасуется колода, можно задать вопрос? Нет, не надо пока. Понял. А такие я звуки слышу. Телевизора. Что-то еще идет у кого-то. Ну это, наверное, у Димы там играет что-то, да, Дима? Микрофоны хорошие у людей, видать. Ну да. И наушники. Опять отошел, что ли? Ну что, опять ему микрофон выключать? Да, выключено время. Да он обижается. Да, Виктория, работа будет разнообразной, интересной. Ни одной плохой карты. В центре карта букет обозначает подарок, успех. Ну торжество, я не знаю, можно ли в этом случае сказать. Успех это точно, он находится в центре. На благо семейных перемен и исполнение мечт. Как правильно сказать? Исполнение мечты. Успешная будет организация, успешная. Эффективно будет работать. Галя, а как можно понять вопрос вот такой вот успехов в семье? Ну если в семье все хорошо, ну какие могут быть успехи? Вот вопрос такой интересный. Ну, во-первых, я знаю, о чем идет разговор. Успехов в семье, это ты понял слишком буквально. Для, ты соединил два слова, которых не надо было соединять. Успешная работа организации, которую вот Виктория планирует открыть. Насколько, вопрос был задан картам, насколько эффективна будет работа организации, успешной во благо семей, потому что там работа будет идти для заключенных. У них тоже есть семьи, поверьте. Насколько будет успешно, задавался вопрос. Действия вот этой вот новой организации, которую организует Виктория. И с одной стороны карта, то есть выпала, значит, аисты для перемен в семье, о которых мечтали будет работать организация. Я дословно просто говорю, что выпали карты, надо просто это облагородить словами. Успех в семье, ну, слишком примитивно понято. Сейчас, подожди, я поймаю, как бы, словосочетание. Букет, центральная карта, это успех, торжество, успешное действие. В букете разные цветы, то есть в нескольких сферах будет организация действовать, иметь успех и действовать успешно. А так как обозначена сбоку семья, аисты, перемены в семье, а с другой стороны звезды мечты, то есть на благо тех семей, которые о чем-то мечтают. И мы же знаем, на какое благо будет создаваться эта организация, в какой отрасли она будет действовать. Вот именно об этом. Да. Аня, ну, я сейчас спрошу, конечно, но, по-моему, наверное. Да-да. Да тут Анна, другая, правда, Анна, задает вопрос. А можно ли посмотреть, кто я? Анна, 34 года. Я вопрос не понял. Абстрактный вопрос будет, абстрактный ответ нужно, ну, как, кто я? Кто я был в прошлой жизни, может быть? Карты, карту личности, если хотите, тогда давайте мне дату рождения, тогда вот тут нужна дата рождения. Будет вам карта личности с описанием вашей личности и ваших возможностей. А так, кто я, настолько абстрактный ответ, что не вижу смысла даже и отвечать. Человек, я всегда в таких случаях говорю. Раз вы умеете писать и говорить, уже человек. Ну, ты прямо сейчас это сможешь сделать или это отдельно надо будет? Нет, дату мне, я все выдам. Ну, сейчас такой. Вопрос такой. Вопрос такой небольшой. Я немного перефразирую. Вот, Галя, да. Галина, кем бы ты хотела родиться заново, мужчиной или женщиной? Потому что переезд на дачу спросил, но я перефразировал маленько. Я люблю провокационные вопросы. 18 июля 85-го года. Галина. А что она хочет? 18 июля... Какое 16-е? 18 июля 85-го года. 18 июля... 18 июля? Да, 85-го. Просто личность, что за личность? Я поняла, поняла. Палыш, что-то постоянно камера выключает. Бухает, что ли, или кушает? Ем. Ночной дожор. Бухает или кушает? Ну, если бухает, это уже закусывает. Считается. Ночной жрец. Ночной жрец. Вы что спалили контору-то, а? Что ты сам сказал? Я кушаю. Ну, а мы от чего? Я спросила, кем бы она хотела родиться, мужчиной или женщиной? Сейчас, сейчас, я отвечу человеку. Ага, хорошо. Я высчитываю. А, высчитывает. Все-таки экстрасенсы, это не только красивые женщины, но еще и математики. Я не претендую на экстрасенсы. Я же говорю, как я работаю. Я тоже не люблю, когда меня блохером называют. Блохером? Да. Я стример. А я вообще просто, просто, просто снимаю видео, когда мне хочется. Любите, наверное, любите ты. Да, 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 просто снимаю видео, когда мне хочется. Так, Алена Зе, слышу, как за ушами трещит. Да, откуда ты слышишь? А, ты у меня сзади. Нет, у тебя просто хороший микрофон, видимо. Он улавливает твою энергию. А чапка, блин, да что ж такое-то, не семечки пожибать. А что я в тот раз ела семечки-то? Страницы нашей жизни. Кто-то зашел в страницы нашей жизни, это кто? Так, значит, по картам Ленормана, значит, карта корабль выходит. Ваша карта личности. И это говорит о том, что вы любите отдыхать, допустим, любите водную стихию. Особо любите перемены, но не всегда быстро, как бы способны что-то в своей жизни изменить. Нет такого желания. Все свои планы реализуете, но достаточно медленно. Допустим, запланировано что-то, вы к этой цели идете упорно, но медленно. Есть некоторое такое в характере черта, такое, как даже легкомысленность может быть небольшая. Вот, потом, ну что вам еще сказать. Карта корабля вообще неплохая карта. Карта перемен, карта человека коммуникабельного. Это может быть человек, как правило, идут предприниматели, купцы по профессии, либо по натуре, по своей, люди, которые успешные, причем, бизнесмены, предприниматели, купцы, торговцы, может быть, даже адвокаты какие-то, такого невысокого ранга юстиции, вот, люди. Ну, а что еще сказать. Тут вариантов вообще толковать много. Можно раскинуть еще, как бы, в сочетании с кем-то. Ну, вот всегда описать личность лучше всегда, конечно, по большому раскладу делать. Человек склонный к авантюрам, человек любящий перемены, человек любящий отдыхать, умеющий ставить планы, но долго идущий к их достижению. Ну, что еще сказать. Вот, по карте корабль, в принципе, долго можно ее описывать, но нужно ли? Там еще какой-то вопрос был, да? Да, Юлька Пулька пишет, не могу зайти, звезды не так стоят. Да ты, может, не так лежишь и стоишь. Так Юлька Пулька, кстати, по-моему, ни разу не заходила, да? Ну, конечно. Здрасте, в тот раз мы все вместе были. Память-то, память-то. Кирюхи на чат, они заходили же. Ну, да. Я чего и удивлен, потому что там, блин, просто еще раз набрать еще. Она говорит, там что-то крутится и не соединяет. В чем проблема, я не знаю. Крутятся диски. Олегчик, Олег, меня слышно? Да. А вы вот, правда, совсем по дате рождения можете вот сказать про человека, да? Ну, давайте говорить так, что у каждой даты рождения есть свое число судьбы. Это можно сказать, я астролог вам что-то свое, и могу сказать, я вот именно по тем колодам, с которыми я работаю, да? Могу. Ну, ну, если вам интересно непосредственно плюс-минус там будущее, прошлое чуть-чуть, то это нужно большой расклад делать. А так-то жизненные события не затрагиваются, тут затрагивается вычислениями только личность. Мне очень интересно про брата своего услышать. Можете что-нибудь рассказать? Вот, что дать, какую информацию дать? У него не так все хорошо, но я, может быть, конечно, не совсем здорово здесь это все озвучивать. Но я думаю, ничего такого-то не скажете, криминального. Имя, возраст. Имя Павел. Восемьдесят первый год. Что еще надо? Ну, сколько ему лет-то это у нас получается? Сорок лет. Тридцать девять. Тридцать девять. Да. Так, что там не так? Сколько? Ну, а какой вопрос задать? Абстрактные вопросы, они не дают никаких точных предсказаний. Понимаете? Ну, у меня нет такого прямо точного вопроса. Мне просто интересно, что показывают ваши карты. Ну, чтобы карты что-то показали, нужно им задать вопрос, вы понимаете, а вопроса у вас нет. Я же не буду из воздуха придумывать. Нет такого прямо вопроса. Ну, я даже не знаю. Ну, давайте по здоровью спросим. Да? Ну, давайте по здоровью. Ну, по здоровью, правда, мы и так все знаем. Он женат? Давайте раскину побольше расклад на отношения в семье. А вот, кстати, можете сказать, женат он или нет? Большой расклад надо делать. Я не буду здесь в эфире время тратить. Могу. Если человек женат... А, то здесь все зависит от... Я понял. То есть, это процесс... Информация поступит. Он будет в доме кольца или в его доме будет кольцо, это будет видно. Женат он и даже любовница будет видно, если есть. То есть, это все зависит, получается, от вопроса конкретного. То есть, до такой степени надо все стужать? Ой, ой. Вы не утрируйте, вы понимаете, почему сужать? Почему сужать? Допустим, на большой расклад делаем на Павла 39 лет, на данный момент, что в его жизни происходит. Я раскидываю, вот занимаю весь этот стол, убираю компьютер и трачу на вас 2 часа времени. Я понимаю, что вам это хочется, но не хочется этого мне и всем гостям. Нет, мне про то же это не очень сложно. А тогда как я должен поставить вопрос? Как я должен поставить вопрос? То есть, я должен конкретно что сказать? Как зовут жену моего брата? Но я не очень просто понимаю. Ну, нет проблем у вас, понимаете? Вот к предсказателям люди обращаются, давайте не будем играть в кошки и мышки. К предсказателям люди обращаются, когда у них есть проблема. Зачем тратить вашу энергию и мою энергию вот на эти разговоры ни о чем? Если бы, допустим, они были на грани развода, если, к примеру, ваш брат женат, и они были бы на грани развода, да, и вас сильно бы беспокоила судьба этой семьи, вы бы обратились ко мне, я бы вам дала информацию. Но так как вы считаете, что у вас нет вопроса, то как я вам дам ответ, если вопроса нет, понимаете? Как зовут его жену? Ну, я не знаю, как зовут его жену, и карты не выдадут имени жены, и не выдадут города, в котором они проживают, и вы проживаете, понимаете? Можно задать вопрос, насколько будет успешен этот год, допустим, для него. Опять это большой расклад нужно делать, да, ну, можно кратенько, в принципе, можно, да. Можно узнать, допустим, если человек больный, вы понимаете, к предсказателю обращаются с проблемами, с проблемами. Если проблем нет, зачем? Зачем тревожить воздух и сотрясать его? Я вот этого не понимаю. Просто для того, чтобы узнать мои способности, я еще раз говорю, нет никаких суперспособностей. Я просто читаю, обладаю, читаю. Нет, 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 нет. Я просто пытаюсь быть в теме, вот, и поэтому вот такие вот у нас разговоры. Ну, понятно. Ну, вот, например, дед у нас был вчера у меня в теме, делал я ему большой расклад, да еще и не один. Он получил информацию, которую, может быть, не особо точно, но потому что и фактов у меня особо никаких не было, допустим, чтобы развить тему для того, чтобы ему точнее что-то подсказать. Просто поверхностно говорил. Он был удивлен, насколько все-таки точно карты выдают информацию. Не я, а карты. Вот. Ну, можно, понимаете, люди обращаются с проблемой. Галя, хотел спросить, Суши, насколько чаще люди не хотят слышать про себя что-то интересное, а чаще, наверное, про других? Несколько раз, мне кажется. Я поняла. Да нет, вот вы знаете, если честно, чаще про себя хотят узнать. Да? Процентов 70. Процентов 70. Процентов 70 хотят узнать про свое состояние здоровья, про свою финансовую сторону, как она будет развиваться, про свои проекты, как они будут развиваться, про свои отношения в семье, насколько они дороги близким, насколько они им нужны, как к ним относятся близкие. Смотри, получается, люди больше о себе, больше заботятся, чем о своих близких, так получается? Как вот ты считаешь? Не перетряхивай, не перетряхивай, это нормально. Когда человек интересуется своей жизнью, это нормально. Это нормально. Если у человека все хорошо, и он способствует тому, чтобы у него все было хорошо, то и тем, кто вокруг него, тоже будет хорошо. Вот, вот, вот. Правильно. Это точно. А, еще хотел спросить, Галя, Суши, подскажи, вот кто-нибудь, допустим, из-за границы к тебе обращался, ну, скажем так, в Узбекистан, там, не знаю, Украина, Белоруссия, вот так вот. Да. Украина. Боря. Значит, здесь еще есть вопрос очень интересный. Опять Олег и Виктория Михайловы. Галина, скажи, что такое было? Помню свое детство, когда мы с девчонками играли в классики и в резинку. Когда побежали домой, то я зашла в темный подъезд, а там сидел на лестнице мужик. Он меня попросил подмести подъезд. Я подмела, но где взяла веник, не знаю. Он исчез после всего. Но это все со мной до сих пор. Вот такой вопрос. Ой-ой. Ну, я поняла, поняла, поняла вопрос. Да. Что, ответить только по этому поводу, не знаю. Ну, возможно, это был какой-то фантом, какое-то предупреждение. А мужик, интересно, вообще надо всегда ориентироваться во всех таких непонятных вопросах. Я всегда даю один совет. Ориентироваться на свои собственные ощущения. Насколько было некомфортно в той ситуации, либо наоборот ощущения были позитивные. На это надо ориентироваться. И уже тогда уже смотреть, насколько это было либо плохо, либо предупреждение, либо наоборот. Вот вы знаете, Виктория, вообще бывают вот такие ситуации в жизни. Мужик сидел и попросил вас подмести. И вы так вот, понимаете, ни с того ни с сего чужому мужику пошли на уступки, согласились. И откуда-то у вас взялся в руках веник. То есть давайте рассуждать так. Мужик это был преграда на пути от подъездной двери к двери квартирной. А вдруг, я так думаю, это в виде этого мужчины, который задержал вас и заставил сделать какие-то действия, было сделано вам на благо. Возможно, в тот момент кирпич отрывался и падал где-то. Но я образно говорю, условно, утрирую. Возможно, в этот момент где-то лежал оголенный провод, на который вы могли, Виктория, наступить. И ситуация вот именно в этом ключе развивалась. Потому что если он бесследно исчез и до сих пор у вас в памяти, это было какого-то рода спасение для вас. Так, там юзермен пишет. Так, секундочку, сейчас отмечу. Я не слышу. Извините, у меня микрофон выключен был. Она еще добавляет, что было страшно, и я делала, что он говорил. Ну, от этого мое мнение не меняется. Почему? Потому что было страшно, иначе бы она просто делать не стала, если бы не было страшно. То есть, если бы он с ней ля-ля-сю-сю, она бы его послала бы подальше и ничего бы подметать не стала. Соответственно, рванула бы вперед и нарвалась бы на ту неприятность, которая ее там ждала, от которой ее вот этот мужик ограждал. Я думаю, что вот тут порядок такой был. О, Кирилл, здравствуйте. Меня сейчас лучше слышно? Звук плохой? Да, я прекрасно слышу. Разве? Хорошо. Здравствуйте. Я сейчас... Валек сюда, привет еще раз. Я хотел что спросить. Там Палыч, Палыч, ты где? Там тут я. И спросить, точнее, я хотел вам сказать. Я просто тут слушаю, не знаю, вы там что-то не слушаете. Ну ладно, не суть ваша. Хотел, в общем, сказать вам такое про битву экстрасенсов. Просто зашла у вас речь. Могу посоветовать вам такой фильм. Бориса Соболева, он снял это видео по России один. Я отпугаю. На ютубе он, кстати, есть. Выдывается идущий к черту. Я помню про наших экстрасенсов, которые, ну, пятачки где была. Вот, посмотрите, этот фильм очень интересный на самом деле. Обалденность все сняла, и там разоблачения и так далее. Кстати, да. Запиши, Палыч, себе. Да, 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 да. Есть такое дело, мы уже смотрели. Я почему тебе скажу, Кирилл? Потому что Галя уже сказала, что 90% всех вот этих вот шарватанов, они вообще не имеют никакого, как говорится, отношения к гаданию. Там, не знаю. Ну, практически можно сказать. Нет, я не говорю, просто я вам хотел сказать, если кто-то не видел, очень интересно, посмотрите. Это я и зрителям говорю вообще. Обязательно поставлю, да. Очень интересно. У тебя почему номер такой какой-то непонятный? Это что за пин-код, блин? А я не знаю, он что-то так высвечивается. У меня просто интернет слабый сейчас, Палыч, опять у меня проблемы с интернетом. В общем, какой день уже здесь. Он может их сам не видеть. Он может их сам не видеть. Выдает нам какую-то цифровую информацию. Ага. Короче, его закодировали, все. Закодированы у нас, Кирилл. Да, 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 закодированы. Чтоб не сглазили, короче. Вот сейчас нормально, видишь, появился. Я вот тут там, вот так, чары пускаю. А ручки-то вот они. Да, да, да. Кстати, очень здорово. Я думал, что, кстати, с Галей поговорим буквально. Сейчас Галя сядет. Я сейчас скажу правду. Правду в глаза скажу. Галя, честно говоря, в начале, в начале видео, когда вот мы начали смотреть, да, начали стримы, ну, как-то, ну, не очень-то было, ну, блин. Потому что люди еще не общались. Не очень-то интересная была информация, не очень-то понятная была. И как-то немного негативно относились к этой информации, когда ты рассказывал, когда с Борисом была. А потом, когда уже начал общаться с людьми, вот, честно говоря, много чего интересного. Посмотрели. Ну, то есть, первая часть надо было сделать покороче. Ну, ребята, извините меня за это. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, Боря, нет-нет-нет. Наоборот, интересно. Я, наоборот, хотел вот именно снять, не то, что снять, вот, допустим, если в следующий раз взять у вас, к себе выложить, людям показать именно первую часть. Ну, в общем-то, получается все, все интересное. Все интересно. Люди спрашивают, отвечают, конечно, Галя. Ну, почему интересно. Но в самом начале такое получилось, как официально жестко, ну, как-то вот, ну, так вот, очень жестко так, знаете, официально. Мне очень-то интересно. Ну, не расслабленные мы были сначала. Не расслабленные. Сейчас расслабились и стали естественными. А сначала были все напряжены. Да, да, да. И вопросы задавали такие, да, честно говоря. А потом, ну, нормально, интересно. И я бы, честно говоря, видимо, все выложил. Не стал бы даже ничего обрезать.